Всем привет! Это подкаст UwebDesign. Сегодня 16 мая 2016 года. Смотри, как много шестнадцатых. Выпуск номер 83. Время 20 минут 11 по Челябинску. Всем привет! У нас для вас сегодня необычно много громких тем. IT не место для красавчиков. Зарождение термина веб-брутализм. Учет ошибок вертикального ритма. Пожалуйста, не учитесь программировать. Погнали! Прямо такие громкие заголовки. Нам постоянно пишут в комментариях, что мы только хайпы обсуждаем. И нам понравилось это. Мы пытаемся соответствовать этому комментарию. Кто бы это ни был. И просим вас не учиться программировать. Ну нормально. Да, ставьте большой палец, если вы тот человек, который нам писал про хайпы. Да, сегодня у нас как-то без краткой информации, так скажем. Поэтому переходим прямо в тему. Я думал, ты сейчас скажешь, и у нас отвалится половина аудитории и скажешь, что мы сегодня без WordPress. Кстати, да, мы сегодня еще и без рубрики WordPress. Это как без ноги, без руки, без пальца, без чего? Знаешь, как в детстве. Какая самая сильная мышца в организме? Если начинать думать, язык правильный ответ. Вот без языка. Вот без WordPress, как без языка. Так, отлично. Напишите в комментариях, как обычно, поставьте паузу, напишите в комментариях, если вы отвалились после того, как мы сказали, что сегодня не будет про WordPress. Это на самом деле не потому, что мы безжалостно порезали там время эфира или чего-то. Еще просто вот скукота. Никаких новостей, все плохо. Наоборот, все слишком хорошо, чтобы о чем-то говорить. Ну да, да, вышел Security Release 4.5.2 и больше ничего интересно. Так вот, первая тема из рубрики Design, которая у нас открывает наш подкаст, называется «Как же быстро должны выполняться ваши анимации?». Мы читаем блог Валери Хэд. Это тетенька, которая выступает на Smashing воркшопах даже за анимацию. То есть она такая известная в анимационном мире, так скажем. И у нее есть собственный блог, где она в принципе про анимацию. И, кстати, не только блог, у нее есть email рассылка, из которой я многие темы черпаю, как вдохновение. И вот оттуда я и узнал, что она написала такую статью 5 мая. Уже отпраздновала May the Fourth и начала прям писать. Так вот, в принципе, очень часто, говорит, меня спрашивают на каких-то конференциях или как воркшоп по-русски назвать? Мастер-класс, да? Да, кстати. И вот на мастер-классах и конференциях меня часто спрашивают, сколько, типа, ставить по таймеру анимации? И она говорит, в принципе, вопрос-то, конечно, интересный. Она, возможно, каждый раз, как хорошие спикеры, говорит спасибо за хороший вопрос и потом уже отвечает. Так вот, good timing, на самом деле, хороший тайминг, очень важен для хорошего опыта. Как бы это ни странно казалось. И, в принципе, часто принято считать, что вот там 200 миллисекунд это, там, нормально все. Для любых анимаций пойдет и вообще похрена. Звучит, говорит, конечно, круто, но слишком как-то упрощает ситуацию, потому что чуть-чуть здесь вот надо подумать. Как полиграф-полиграфыч. И на самом деле, говорит, хороший тайминг это практически искусство или больше искусство, чем наука. То есть нет четкого какого-то определения, поэтому лучше думать, так скажем, диапазоном, а не каким-то конкретным числом. Ну, забегая вперед, скажем, что диапазон от 200 миллисекунд до 500, это как раз вот тот самый хороший диапазон, с которого лучше начать. А потом уже надо, ну, как бы сказать, пробовать, выравнивать, думать, а вот это хорошо, а это как и так далее. Ну, сейчас вот посмотрим, что она имеет сказать более конкретно. Она здесь нарисовала картиночку, что эффекты при наведении, какие-нибудь фейдинги, то есть пропадание, так скажем, или скейлинг, увеличение, уменьшение, они должны быть более быстрые, потому что с точки зрения именно опыта, эти анимации не являются смысловыми, они являются лишь вспомогательными, они просто нас, так скажем, развлекают на эти 200 миллисекунд, чтобы для нас опыт наш не был плоским, так скажем в кавычках. Поэтому все наведения и прочие мелкие такие взаимодействия по увеличению или исчезновению должны быть там, ну, Прилодер, например, какой-то, если он исчезает, 100-200 миллисекунд ссылки при наведении там перекрашиваются, вот такие штуки. А какие-то большие движения, которые именно несут смысловую нагрузку, что там блок перелетел излево вправо, встал там на место, или там Марио там, когда взял грибочек, увеличился, они должны быть больше, чем 200 миллисекунд, там 300-400-500 в зависимости от того, ну, в зависимости от важности. То есть, грубо говоря, если мы говорим о типографике, то до того, как мы изменяем сам шрифт, мы можем менять его размер начертания. То есть, если шрифт больше, он важнее. То же самое с миллисекундами по анимациям. Чем они дольше длятся, тем больше на них упор делается, тем больше человек их осознает. Я прям... То есть, подожди, то есть я сразу должен забыть про 5 секунд анимацию, вот это, чтобы там долго сидел пользователь, не очень болталось там, потом он подождал. То есть, надо вот такие маленькие, коротенькие, вот 200... Что такое 200 миллисекунд? Это же вообще ты моргнул, как бы, и это 200 миллисекунд. Да, здесь как раз говорит о том, что... Она говорит о том, что есть исследования некие, и Нильсон Норман Групп, и Model Human Processor проводили исследование, что 100 миллисекунд человеком воспринимается как мгновенно, а 1 секунда воспринимается именно... Как 1 секунда. Ну, в смысле, что больше 1 секунды, если что-то делается, человек уже отвлекается, его уже начинает бесить, и он теряет фокус, и все. Поэтому, ну, грубо говоря, между 100 миллисекундами и 1 секунды должно быть любое действие стопудово. Но точно так же Model Human Processor подумала, что 200 миллисекунд, а именно 230, в среднем требуется для человека, чтобы что-то заметить. То есть, поэтому вот до 200 точно делать глупо, и вот именно 200-230 можно делать для базовых действий типа наведения. Вот, например, вот давай посмотрим в Сурсах у нее по наведению на сколько меняется этот цвет. За сколько, точнее, простите. 0,25, 250 миллисекунд. Понял? То есть, если, допустим, я это сделаю здесь сейчас 0,5, то мне уже прям скучно будет смотреть. То есть, я прям буду смотреть, я думаю, вау. Ну, тут, конечно, между двумя очень похожими оттенками, поэтому, в принципе... Не сильно пойти. Да, не сильно заметно, то, что там последние биты, байты, там, какие-то докрашиваются. Хрен бы с ним. Но, тем не менее, да, 250 у нее. То есть, она, в принципе, следует тем гайдам, которые сама же и устанавливают. Так вот, вернемся. Если расценивать, что до 1 секунды человеку не скучно, мы делим, говорит, пополам, и, грубо говоря, верхний лимит у нас будет 500 миллисекунд, просто потому, что мы делим пополам. И после этого она говорит, что нужно... Ну, как бы про смысл мы уже сказали, то есть, 200 миллисекунд такие неосмысленные вещи, которые, хоп, должны просто сделаться и пройти, и 500 миллисекунд, если это уже какие-то смысловые вещи. Но она точно так же пишет, что любое решение относительно таймингов нужно принимать, исходя из ощущений. То есть, нужно пробовать прям по 50 миллисекундочек, добавлять и смотреть, как оно вообще, как вот там приятно, неприятно. И вот у нее финальная мысль здесь жирным выделена, что сделать так, чтобы анимация чувствовалась правильно значительно важнее, чем выбрать какое-то конкретное число там по методичке и так далее. Блин, сейчас поставлю по приколу 235 секунд, что будет интересно. Вот так вот, знаешь, нет, так не надо, надо прям посмотреть, как комфортно. Да, да, то есть надо прям потыкать, подумать. То есть, вот если мы сейчас здесь опять же у нее сделаем, что ссылка, которая ховер, она у нее будет не такого пурпурного цвета, а, я не знаю, грин. Ну, давайте попробуем здесь как-то поэкспериментировать. И теперь уже видно, что очень долго в грин перекрашивается при наведении. У меня это просто по-прежнему полсекунды стоит, 0,5. Если мы сделаем одну секунду, то вообще, это сведелось прям вау. И мне уже скучно, я уже даже не хочу досматривать, что там как перекрашивается, поэтому... У нее, кстати, здесь кастомная тайминг-функция, кюбик без Е. То есть, не просто из-ин-аут, тогда по скучным, а у нее именно там продумано, что там волной сначала так чуть-чуть, потом хоп вниз, а потом все-таки докрашивается. кстати если говорить про css миллисекунды это тоже валидное значение то есть можно писать не 0,23 секунды а просто 230 миллисекунд броузер это нормально понимать кстати броузер это правильная вариант употребления просто он устаревший да то есть мы шутим а это не шутка этому просто стариками оказывается прикидываемся так что вот так пишите в комментариях сколько вы ставите на анимации и на какие и или сколько вы ставите на красное хотя а мы переходим дальше следующая тема чтение мыслей . психология за и экс-дизайн за behind да ну короче говоря подноготную будем узнавать психологическую у и и экс-дизайна потому что она есть это подноготым подноготная мэтт бэннер нам пишет статью на веб-дизайнер депо и самое тупое опять же что нету аватарки я прям буду каждый раз редакторов веб-дизайнер депо корить за то что не аватарки не поставить есть зато прикольный такой header как бы такая картиночка где чувак пытается нажать на красную кнопку сейчас он нажмет ее видимо мы как-то должны что-то уже понимать ну да понимает во первых психологию что красная кнопка она важна кстати здесь видишь так скажем это такой как панель управления справа со стрелочками там можно между статьями переключаться scroll to bottom scroll to top я так понимаю до самого низа или до самого верха да и свычит у серии фонд мне очень понравилось то есть можно взять нажать на нее и хоп у нас есть статья будет в серифе за сечками прикольно это вообще охренительно я прям на серифе я ставлю так вот и здесь чуваки нам говорят если бы как мы собрали сотню там разных дизайнеров в комнате и дали им решить какую-то задачу именно x задачу скорее если мы вы получили около сотни ответов разных то есть x это не точная наука это такая гуманитарно если говорить антонимами но в смысле что она творчество и оба творчество да ты правильно сказал и по и а где творчество там и психология как сказали бы нам психологи и поэтому давайте гид подумаем о том вообще что же стоит за и эксом с точки зрения психологии кстати обрати внимание здесь наведение на ссылочке есть со шторкой такой прикольный эффект я так думаю это градиент и оба сети сейчас я попробую сделать на ховер в основном для того чтобы посмотреть сколько миллисекунд мне теперь просто интересно это и у них здесь тогда это градиент я был прав transition 150 миллисекунд но выглядит непротивно быстро конечно быстро быстро но из-за того что градиент на она не просто из цветов а ну кстати а давай попробую сейчас 230 ну-ка сейчас может еще лучше будет на мой линин уже прям я больше над этим задумываюсь и на самом деле кстати я даже не знаю мне нравится с точки зрения опять же психологии с точки зрения чувств мне нравится больше но может быть они и не хотели делать такой акцент всего лишь на какой-то ховер афера можно ни хрена не знали просто попробовали давай 150 поставим но с учетом того что они написали именно в миллисекундах они в запятая секундах я вот до сегодняшнего подкаста не знал что миллисекунды до валидный так скажем валидная единица измерений поэтому они так что-то поняли возможно не знаю напишите нам в комментариях если вы редактор или дизайнер веб-дизайнер дипо а я уже чувствую нам звезды будут писать мы до этого дойдем сегодня еще до новости где нам звезды герда я просто бы что сейчас про любого скажешь и это сам текер коров напишет сам да причем обидится на то что мы неправильно чем-то у него сказали я гей вот вот это это ну потому что один детей ращу растю ну да ладно есть гид три столпа на которых стоит психология и x и я прям не помню тут было про три столпа или 3 пилорс если угодно первое это время и усилия и не в смысле время и усилия которые мы тратим на работу смысле время и усилия которые юзер тратит на то чтобы выполнить какую-либо задачу поэтому мы должны всегда думать про нашего пользователя если вдруг ему очень много усилий нужно приложить то он отвалится и не будет ничего делать то же самое со временем если мы слишком много времени надо на что-то потратить надо на выполнить как например оставить комментарий для меня это всегда очень больная тема как организовать комментарии на каком-то сайте использовать виджет типа дисказ или использовать нативный вордпрессовские комментарии или там сделать или не сделать анонимные комментарии важны ли мне вот эти или авторизацию сделать или не сделать под соцсетями потому что мне вот кажется любой вот такой шаг который я дополнительный делают, типа, зарегистрируйтесь у меня на сайте, что вы здесь комментируете. Да никто вообще нахрен не будет это делать, и у тебя будет ноль комментариев. Но с другой стороны, это некая премодерация, которая отсеивает просто там каких-нибудь дураков, там, абрыганов, которые просто будут всякий бред писать, и все. Это прям реально палка от двух конца, вопрос того, чего вы хотите достичь. Но если вы хотите достичь максимального покрытия, как с кобылами, то вы должны уменьшать количество усилий и времени, которые ваши пользователи тратят на конкретную задачу. Здесь есть конкретный пример, прям, не просите своих юзеров быть мультизадачными, потому что большинство людей, например, не могут водить и говорить по телефону одновременно, не попав в аварию. Поэтому, и причем это здесь есть ссылка на исследование об этом, 2010 года. И говорит, поэтому не просите юзеров делать то же самое. Я не знаю, о чем здесь это, ну, видимо, если вы какое-то приложение делаете, то, ну, не говорите, перейдите там в одной вкладке, скопируйте там какой-нибудь код, а потом вернитесь сюда, его вставьте. Ну, то есть, большинство уже отвалится, если у них нет какого-то конкретного интереса, там, денежного или какого-то еще. Второй столб, на котором стоит психология UX, это социальная... Как это? Как я по-русски-то забыл? Social proof. То ли подтверждение, ну, просто это реально... Есть термин какой-то. Есть и русский термин. Одобрение социальное. Ну, что-то такое. Попробую сейчас найти, пока я буду говорить. Но это о том, что если мы... Социальное доказательство. Социальное доказательство, точно. Мы используем социальное доказательство для того, чтобы вызвать какие-то действия пользователей. Например, мы говорим, уже 15 человек попробовал наш крутой продукт, попробуй и ты. Это является неплохим триггером для людей. Ну, для людей очень свойственно нравиться другим, на самом деле. То есть, редко кого воспитывают прям ты вот не слушай других, ты наплюй на чужое мнение, будь не как все. Да даже дело не в том, что будь не как все, а просто насри на чужое мнение, чтобы оно не меняло твоей генеральной линии, если ты там что-то запланировал и так далее. То есть, большинству людей свойственно хотеть понравиться другим, просто как минимум для того, чтобы там добиться чего-то среди этих людей. Поэтому участие вот в таких своеобразных мини-играх, оно способствует очень сильно. И здесь есть пункты А, Б и С. Первое это ревью. То есть, если какие-то обзоры написаны про какой-то товар, я просто по себе знаю в магазине, то ты этот товар уже больше расценишь, даже если есть негативные обзоры, чем тот, про который не написано вообще ничего. Ты сразу думаешь, блин, он или новый, недавно поступил, или какой-то просто что-то не то. Никто не берет его, значит, он лоховской изначально. Да, да, да. То есть, ну реально, прям, я думаю, многие из наших зрителей и слушателей, про слушателей мы тоже не забываем, прям вот едете сейчас в метро, и себя прям узнали, как в зеркало души посмотрелись в наш подкаст. Так вот, буква Б это поведенческие социальные фильтры. И это как раз о том, что не о том, что уже 25 человек попробовало нашу услугу, а покупатели, которые купили вот то, что вы сейчас купили, еще так же купили другую хреновину. И это тоже подстегивает, на самом деле, потому что ты думаешь, если им это понравилось, книга, то им понравилась другая, значит, и мне она, возможно, понравится. А у меня как раз есть свободные там 5-8 баксов, чтобы в Amazon Kindle Store купить электронную книгу. Поэтому это тоже, в принципе, может работать. Транспонируйте это на свои проекты, если у вас не магазин, а какие-нибудь подписочные там, ну, я не знаю, у вас даже может быть CRM-ка, и у вас будет внутри нее call to action, уже 15 человек подписались на нашу рассылку с новостями, и они уже в курсе там лучших предложений, подпишись и ты там, ну и так далее. И третий пункт, like-minded opinions, в том смысле, что мнения, которые основаны на лайках, или на каких-то любых, это, конечно, а, ну, собственно, это и есть все в пункте social proof, хотел сказать, это то же самое, что social proof, это и есть подпункт. В том смысле, что если ты смотришь и, допустим, ты выбираешь на какой аккаунт в инстаграме подписаться по, там, картиночкам из космоса, и ты просто заходишь на них и смотришь, а где больше лайкают? Скорее всего, там контент интереснее, там более завораживающий и так далее, поэтому, да, там ты будешь лайкать, лайкать, подписываться, ну и лайкать, ну и лайкать уже будешь, да, такое тоже работает, поэтому, я даже не знаю, к чему это, накручивайте поведенческие факторы, накручивайте лайки в своих там постах или системах, или хотя бы просто добавьте, добавьте такой модуль, который позволит что-то лайкать и оценивать, он увеличит вероятное вовлечение у вновь прибывших юзеров, и это прикольно, именно прикольно. Третье это и последняя колонна, это то, что визуально определяет UX, и здесь есть на самом деле сразу четыре пункта, до которых все до предельности, короче говоря, вы поймете сейчас, о чем речь, я начну с третьего, лица женщин и детей привлекают большее внимание у посетителей. У мужиков. Да, я бы даже сказал, особенно детей, особенно, да, и не только лица. Смотри, детей это, смотри, кого вы привлечете, опять же, усатых чуваков на фургонах с шариками около школы. Но тем не менее, поэтому, в принципе, то, что визуально есть на ваших страницах, в ваших системах, тоже влияет, как это ни странно. Не знаю, почему это именно третьим пунктом указано, но да. Еще один здесь в этом списке параметр, это видео привлекает больше людей, больше внимания, чем картинки и текст. Вот с этим я бы поспорил, потому что, вот, например, картинки и текст, ты можешь их видеть, а видео, вдруг ты на работе, или вдруг ты дома, а у тебя жена уже спит. И у тебя видео не так привлекает внимание, как картинки, потому что ты хотя бы по картинке понимаешь, о чем речь, а видео тебе надо включить, надеть наушники. Я согласен с тобой, мне кажется, это более тяжелый такой формат для восприятия, с точки зрения, что не так быстро он до тебя доходит. То есть, ты на посмотреть все видео, осознать, звук послужить. Целое дело, особенно ты смотришь и не дай бог видео уже там 40 секунд, и меня уже даже 40 секунд будет отталкивать, если я прям у меня нету гигантской мотивации все про это прочитать и узнать, где-то я, конечно, и по часу 40 видео смотрю, меня это не отталкивает, потому что я уже точно знаю, о чем речь, или по 2.10, как наши подкасты. Но в каких-то... Вот, допустим, мы с тобой сегодня готовились, смотрели видосы в прайдизайн Инстаграма. У нас, кстати, это не в громких темах, хотя вполне себе так громко. Кстати, все ожидали, что мы еще неделю назад это обсудим, но там новость пришла почти одновременно с подкастом. Неожиданно. Так вот, там есть несколько видеороликов, где они там перерабатывали. И вот когда они 30 секунд, я еще более или менее могу себе позволить 40 меня уже заламывает. Поэтому с этим пунктом я бы поспорил, но вот да. И люди читают страницы в форуме буквы F. Ну, мы здесь с тобой неоднократно об этом говорили. То есть, вы самый важный контент надо в левом верхнем углу помещать. И либо под него, так скажем, в столбик, либо вправо от него в строчку. Вот, ну, это просто... Угу. Просто правило. Так, дальше мы говорим о том, чтобы вот эти все три столпа, так скажем, про... проактивировались. Не знаю, бред. Короче говоря, сработали, нужно три действия. Первое, ну, или не действия, опять же, еще три столпа. Только вот столбика таких маленьких. По модели Фогга, между прочим. То есть, это не просто а бычо, а уже реальные психологические темы. Модель поведения Фогга. Напишите в комментариях, если этому учат реально на психологии. Мне просто интересно, насколько наша психология отечественная, или теперь российская, она вообще соответствует веб-дизайнер депо и их представлениями о психологии. Первое, это мотивация, вторая возможность и третье, триггер. Одной мотивации, о чем мы сейчас говорили в первых трех столпах, недостаточно для того, чтобы пользователь совершил действие. Второе, у него должно быть ability. То есть, вот, например, если у вас цель, чтобы юзер посмотрел видео, не всегда это возможно, и вдруг у него нет возможности сейчас ее посмотреть. И тут ты хоть обосрись, хоть что-то сделай, он его уже не посмотрит. Поэтому, такой странный вопрос. Кстати говоря, про мотивацию, здесь подробнее останавливаться на то, что нужна какая-то награда за действие. То есть, напишите комментарий, получите там 10 баллов на свой счет. Кстати, очень часто, например, на Яндекс.Маркете, у каких-то партнеров Яндекс.Маркета есть такое, напишите хорошее ревью про наш товар, скиньте, и мы вам практически сотку на телефон кинем. То есть, ну там реально какие-то, ну кто-то баллы там в своей системе начитает, кто-то что-то, то есть, есть реальная прям польза от этого. Но нужно быть аккуратным и не добавлять пользу там, где юзеру и так нормально. То есть, грубо говоря, если и так за каждое действие пользователь получает какую-то награду, не надо давать ему еще большую награду за комментарий, потому что потом, если вы вдруг ее уберете, то это действие будет совершать все меньше и меньше, потому что, блин, раньше я комментировал, мне давали за это десяточку, а сейчас не дают, и я вообще не буду комментировать. То есть, надо об этом обязательно подумать. И да. Про ability, ну здесь все очевидно, то есть, если есть возможность какая-то техническая, то это да. Ну, здесь конкретный пример приводится, если вот у человека есть мотивация пойти рыбачить, но у него нет ни удочки, ни его, и никто и не позвал рыбачить. То есть, он просто сидит на диване, и он хочет пойти рыбачить. Фигурально выражаясь, дайте ему эту удочку и скажите ему, что типа, иди рыбачь, встань и иди, да. Ну, триггер, это очевидно, call to action, там кнопка какая-то и так далее. Если вы просто в тексте пишете, вы, в принципе, можете подписываться на нашу там новостную ленту. А как? Ты дай ему кнопку сразу, подпишись на новостную ленту. То есть, это довольно-таки очевидные действия, но тем не менее, вот о них не нужно забывать. Поэтому вот так Мэтт Баннер, Бэннер, нам написал про психологию, которая стоит за юзер экспириенс дизайн. Ну, круто, круто, крутая тема. То есть, прям, мы, на самом деле, я вообще удивляюсь, как нам удается про одно и то же каждый подкаст какие-то новые темы находить. Но нам пишут в комментариях, что именно про UX нас интересно слушать. Вау. Про WordPress, видимо, не интересно, потому что... Ну, вот и не будет его. Да, вот сегодня и не будет. Следующий пункт это веб-брутализм. Здесь статья на vc.ru, но я, с вашего позволения, перейду на Washington Post, где был источник. Потому что мы любим же оригинальные источники здесь. Но здесь просто, на самом деле, на vc.ru именно выжимки. Подожди, а перед тем, как слушать про веб-брутализм, ты должен быть с бородой как бы и с проколотыми ушами и как бы толстый и с пивным пузом и с гитарой, нет? Можешь. Я думаю, большинство людей, которые делают сайты из движения веб-брутализм, они брутальны очень в жизни, играют в Metalcore, живут одни уже в 40 лет, там, пьют пиво и так далее. И на Internet Explorer еще отлаживают все. Есть такой шанс тоже. Кстати, заметь, на vc.ru почему-то есть каунтер у Twitter. Есть. И мы с тобой неоднократно уже об этом говорили, по-моему, но его нету сейчас в API, нельзя получить каунт твитов. Как они это реализовали, я не знаю. Может, рандом я сейчас запущу? Или мы проверяли уже, по-моему, пассиви? Я не уверен насчет, я точно ничего не проверял. Потому что рандомные 17. Ну вот я сейчас запустил, 17 так и осталось. Подожди, я сейчас тоже. Тест, 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 тест. Я пишу, твитнуть. Может быть, как-то оно долго индексируется? У меня тут тоже 17, к сожалению, осталось. Возможно, они не издеваются так специально. Ну ладно, поэтому мы и будем Washington Post читать. 9 мая была такая статья и называется она «Самый прям крутой тренд в веб-дизайне сейчас – это делать специально, умышленно, уродливые, сложные сайты». Мы здесь с Никитой часто об этом говорили, говорили и говорим, что сейчас некоторые сайты прям делают такими, ну, не трендовыми, давайте скажем, политкорректно, дизайн корректно. И здесь приводится музыка вверх, музыка корректна, да, борода корректна. Hacker News приводится такой источник, например. Да, про них я часто говорю, можешь перейти там, как на Reddit и все. Мне больше всего Reddit напоминает, тем более там как раз подобная система, если честно, по upvote и так далее. Так вот, там первая новость, Воррен Баффет и Дэн Гилберт объединяются, чтобы купить Яху. Ладно, не будем. Также есть Pinboard, Drudge Report, Adult Swim, Bloomberg Business Week Features. Можешь перейти на Bloomberg Business Week Features, там реально какой-то там прикольно. Я не хочу играть трэш, но там досвидос. Там еще картинки при наведении увеличиваются прям так. Я, кстати, интересно, сколько миллисекунд, потому что мне нравится, как они увеличиваются. Они прям такие, поп-поп, с таким звуком. И вот, возможно, они и пойтируют, просто там еще такие for sale тикеты. Жесть. Но вот жесть не жесть, а, видимо, работает, потому что делают. Кстати, здесь еще как в книгах параграфы разделяются, про скролль там ниже уже вот этих желтых билетиков. Мы об этом будем сегодня говорить в теме про вертикальный ритм. Параграфы разделяются не пространством между параграфами, а красной строкой. И ничего, нам вполне, мы вполне понимаем, что это новый параграф. Не обязательно между ним полоску пустую делать. Ну, подожди, если ты просто пишешь обычный текст, ты же так и разделяешь, или нет? Да, в книгах так и есть, но в интернете принято разделять именно пустой строкой. То есть, margin bottom делать, если говорить техническим языком. Ну, типа, между параграфами. Да. А на самом деле, если вы хотите именно, я даже не знаю, это олдовый стиль или это именно типографский стиль? Ну, видимо, это веб-брутализм и есть один из пунктов. Как раз, да, знакомьтесь. Но вот, если посмотреть на эти сайты, то большинство из них прям умышленно делаются, во-первых, они мало того, что делаются как бы в трендах 90-х, они еще делаются на таких же технологиях. То есть, это именно на HTML4, там, с атрибутами bgcolor, с тегами font, с тегами center и marquii. То есть, прям, да. И нам, автор статьи, Кэтрин Аркменд, пишет, что в 2014-м еще какой-то Девил, креативный директор Freundliche Gruße Ad Agency в Цюрихе, в Цюрихе, обосновал сайт, основал brutalist websites.com. В 2014-м году это еще было, и именно на нем как раз делается showcase, если угодно, дайчест, сайтов, которые выполнены в этом стиле. причем, есть прям русские. Причем, я больше скажу, я, когда готовился к подкасту, обновлял, и тут трех из них не было даже. То есть, их реально не пополняются прям вот на глазах. Так. Здесь, обратив внимание, как раз статья про бруталист веб-сайт на Washington Post, первая ссылочка дана. Это прикольно. Ну, так вот. И этот сайт сейчас написано, ну, он пишет, что недавно, после того, как на Hacker News его запостили как раз, 100 тысяч посетителей уже в 20-24 часа появилось. То есть, там просто досвидос. Я так чувствую, надо UwebDesign будет на Hacker News кинуть, как сделаем. Я так чувствую, что UwebDesign надо в брутальном стиле делать. Так, на самом деле, он такой практически есть. Но я вот не думал об этом, когда начинал его делать. Хотя, кого я обманываю. об этом я и думал. Но да, это прикольно. И здесь Devil объясняет, Devil, я не могу, я вот когда, он Devil, возможно, но Devil. Так вот, когда он объясняет о том вообще, что, как, он говорит о том, что важно именно не то, что ты делаешь похожим на старину, а именно, что ты со старыми технологиями делаешь. То есть, ты прям берешь старую механическую клавиатуру, там, старый браузер какой-нибудь спецификацию HTML4 и прям делаешь. Ну, да, окей. Я даже не знаю, ты считаешь, стоит этим злоупотреблять или нет? Просто там есть некоторые примеры реально просто вот вырви глаз. Нет, есть космос, но есть чуваки очень стильно делают, очень круто. То есть, они прям сочетают и ты, тебе не кажется, что это старый сайт? То есть, ты видишь, что он как бы достаточно новый, он как-то стильно сделан, старыми технологиями, но как-то дизайнерски круто прям. Ну, согласен, со вкусом. Это надо здесь, конечно, не испортить. Все прям, именно, именно со вкусом. Это круто. Я прям считаю, что у этого есть какое-то, не то, что будущее, а в какой-то момент реально все устанут от вот того, от того конфетти, я не знаю, как это по старикам-то назвать. От материал-дизайна. Ну, не только от материал-дизайна, а от любых вот этих веяний, которые все утяжеляют нам сайты. Как раз мы записывали недавно подкаст про кризис ожирения сайта. Смотрите здесь аннотацию. Мы там обсуждали более подробно все это параметры. Я думаю, что это явление, оно как ответ тому, что жирные сайты уже задолбали просто и все. И здесь он в конце пишет Devil, именно, Devil. Посмотрите на Craig's List. Очевидно, что это очень брутальный сайт, но коммерчески очень успешный. То есть, ну, как нам постоянно говорят, что, что вы к этому Craig's List 2 прицепились? А мы восхищаемся до сих пор, теперь мы еще и Devil'ем восхищаемся. И VODEVIL'ем тоже еще. Ах! И VODEVIL'ем. Ладно. Московское метро, следующая новость. Я прям хочу здесь именно в диалоге с тобой это все говорить, потому что прям круто. Как тебе, Хедр, картинка? Так, это мы смотрим, что уже? ADN Agency. Московское метро, схема станции, концепция вот этого. Да, я открываю. Там у меня подгрузка сначала очень красивая, на самом деле. Ну, тут не брутальный сайт совершенно, конечно. Абсолютно не брутальный сайт. Картинка, ну, такая старая, как в газетах печатать, знаешь, типа, вот мы открыли метро на станции там такой-то. Хотя, я ни разу не жил в городе, в котором есть метро, на самом деле. Да, кстати. Вот, но, тем не менее, такая очень олдскульная, прикольная картинка. Вообще, есть какой-то дух метро, в нем есть что-то такое, это прикольно, круто. А тут смотри, здесь очень четко сочетается такой, ну, практически эпоха Ренессанса, Возрождения, там, хрустальные люстры, лепнина, а в конце, где именно, в дальнем конце, где уже поезда, там кафель. Да, да. И это прям круто, это сразу вот московское метро. Не во всех городах, кстати, метро такое, поэтому пишите в комментариях, какое у вас метро, у нас в Челябинске все еще не достроено, уже лет 30 как, наверное. Так вот, московский метрополитен, это как раз ADN agency, я так понимаю, это просто какое-то агентство, которое работает, так скажем. И московский метрополитен, 12 линий, 200 станций они нам пишут, это больше 7 миллионов пассажиров каждый день, один из самых больших пассажирских потоков мира. Больше, что ли, даже чем лондонское метро? Я поверю, поверю. Ну, хотя, да, Москва 11 миллионов, по последним подсчетам. Я боюсь, сколько в Китае, там вообще есть метро в Китае? Не готов ответить, там автомобили, у них же загазованность, они там в масках, в респираторах ходят. Нам сейчас должны написать, что мы ничего не знаем, что в Китае первое метро, пора. В памперсах подкасты записываем, все вот эти классные комментарии, остроумные, пишите их больше, копите говно. Мы, вдруг мы еще более тупые какие-нибудь фейлы совершим, а у вас уже все метафоры про памперсы закончились, что вы как-то поаккуратнее, по чуть-чуть вываливаете в комментариях к каждому выпуску. Но да, каждый год добавляются новые станции, расширяются прежние, правительство Москвы планирует в 2020-м построить еще 75, уже к существующим 200, и увеличить общую длину путей в полтора раза. Мне даже как-то страшно это все. Кстати, мне интересно, новые станции, которые вновь сделаны, они вообще насколько круто делают их. Так же, как Сталин велел, там, в мраморе и в граните, или все-таки уже так, как материал дизайн. А вдруг наоборот, пластики, в ПВХ все сделал, в сайдинге, без понтовок, на которой локтем облокотился и пробил его. Не-не-не, я сейчас как бы, это, знаешь, грустную тему, если затрагивать, короче, есть же тема, что раньше прям лопатами копали могилы, тьфу-тьфу-тьфу, да? Так. А сейчас же там каким-то практически лазером провязывают. Ну, да. Вот, возможно, метро сейчас делают точно хай-течно уже как-нибудь. Только в Челябинске не делают. Ладно, само бурение, пусть. Я именно про отделочные работы. Именно плиточка, как в туалете. Да, интерьер. Согласен, возможно, все плохо сейчас. Возможно, все уже евро-балконы, евро-двери. Евро-вагонкой. как на балконах. Да, я понял. Ну, так вот, здесь у нас картинка прежнего дизайна, он в черно-белом, то есть нам показывают, как было раньше. Это у них мудборд, я так понимаю. Они вдохновляли существующими, чё они, как у них называется эта хрень? Схема. Предыдущая схема. Я уже все слова просто забыл. Конец дня. Идеи. Они думали, чего же не хватает существующим план-схемам станциям московского метро? Интуитивной понятности, ориентировав по отношению к улицам города и ещё одной важной вещи эстетики. Мне нравятся чертежи. Есть какой-то дух вот инженерный в этом. Чём-то вот в этих чертежах, когда смотришь. Они, конечно, не очень, они распечатаны всего лишь, но вот если бы они ещё карандашиком были... Подожди, ты про старые? Я про первые, которые, да, библиотека имени Ленина. Понял, понял. Да, есть в нёх... В нёх есть, но понять сложно. Ты прям должен человеком с техническим образованием идти. Ну да, я должен так. Ты прям из библиотеки спустился, потому что ты взял по полупроводниковым приборам книжечку из читального зала почитать домой вечером под радио России какое-нибудь. Да, я должен... Я как бы во всём образован. Нас потому что в школе между съездами партии мы учим ещё и... нас учили астрономии. Чё там... Чему нас не учили с тобой в комментариях-то? Астрономии и чему-то ещё? Я не помню. Нас ничему не учили. Ну, вообще ничему, естественно. Это понятно. Но там просто, блин... А, астрономии и черчения. Так вот, черчения у нас было ещё. У вас было, Никитушка? У нас было. У нас тоже было. Вот черчения ещё учили, а астрономии уже нет. Так вот, поколение памперсов. Мне просто очень понравилось. Ладно. Здесь уже нам готовые... Не, не готовые. Это ещё первые бумажные эскизы. Они как будто гелькой нарисованы, синий. Может быть. Здесь... Там даже есть, так скажем, разводы некие. Вот на левом нижнем, так скажем, этом. Там прям, да. Но суть в том, что они перешли из вида сверху, так скажем, в изометрию. Да. И изометрия прям сходу добавляет досвидос круто. Вот лично мне. Я прям вообще... Я в восторге. Я почему... Я обычно никакие в темы нам не вставляю те, которые именно брендовые чьи-то. То есть там как такая-то студия разработала то-то. Ну, кроме там Лебедева, которые просто не нуждаются в рекламе. Но здесь меня настолько восхитило вообще то, что у них получилось, что я прям не удержался. Просто в этой изометрии у тебя понимание локации становится круче намного. Ты уже действительно как в фуллауде сидишь, карту видишь? Я, во-первых, да. Во-первых, фуллаут сразу, прям вот сразу сходу с пенсом. Может быть, у меня из-за этого какие-то... Во-вторых, симы. Обратите внимание, там это... На самом левом верхнем вот этом эскизе вот эта лесенка такая, как в бассейн. Да, да, да. Вот этот спуск. Ну и как бы застроил... Застроил, запер и умер там в бассейне. Все нормально, как обычно, по старой схеме. Так вот, и они здесь нам пишут. Поэтому нашу схему мы построили на основе изометрической сетки. Включайте пространственное мышление, сразу становится понятно, куда вам нужно двигаться дальше. То есть на том плане, который был, пространственное мышление ты можешь включить, только если у тебя бауманка за спиной. Да, если ты в метрострое работал 10 лет. Да, да. А вот тут на их новых эскизах вот прям хоп, сходу ты видишь, что эскалатор это эскалатор, у него есть перспектива. Ну тут, короче, изометрия здесь прям вот настолько выручает, что я бы теперь любые планы... А, собственно, некоторые планы некоторых торговых центров есть в изометрии, и это круто. Да, есть люди, которые заботятся об этом. Да, тут даже у них на правом верхнем мокапе, эскизе, есть именно отдельные объекты, там турникеты, будочки, и они прям как отдельно объекты, как редактор карт, опять же, в фуллауте втором, прям это круто. Здесь они говорят про конкретные станции метро, например, Маяковская, можно скачать в PDF, я попробую фоном здесь открыть, но не, меня интернет сегодня не позорит, нормально. У них здесь есть легенда слева, там терминал для проверки БСК, tickets check. Они, кстати, все в векторе отрисовано, естественно, и все на двух языках. Тут просто что еще стильно сделано, здесь на заднем плане сами фотографии Маяковского черно-белые. Да, но это не на сайте, я так думаю, на самом. Да, да. И как бы печатная машинка, он на ней писал. А я, кстати, ну да, серебряный век, уже писал, уже мог, мог. Так вот, и тут, видишь, что важное они добавили? Вот как бы отключи сейчас пространственное мышление, приподнимись над повседневностью и увиди, что там есть схемы улиц над метро. Да. То есть ты сразу понимаешь, на каком углу ты выйдешь, блин. И это, это прям вот вообще, это круто. Показана сразу какая-то ветка и по цвету и так далее. То есть я, ты преклоняешь колено. Я прям, да, я преклоняю колено, как бы это ни звучало. Здесь прям показано, какая следующая станция будет там влево, вправо, белорусская, тверская, фиолетовая, purple, коричневая, circle line, коричневая, это кольце, а, коричневая, кольцевая, я уже слепой. Ну, в общем, там даже, понимаешь, памятник Маяковскому, то, что он сверху на площади есть. И прям, да. И он такой еще как бы силуэтик, но мы понимаем. Да. То есть это как бы к метро не относится, это относится уже к городу. поэтому оно subtle, то есть такое слабое, как по-русски, ненарочитое, это прям по-русски, да? Согласен, не, нормально, нормально. Ну, subtle, короче говоря. Таганское здесь сложно, потому что это самый сложный там перекресток в мире практически, входит в число самых сложных, транспортных. И метро там тоже до святос какой сложный, но вот с изометрией все легко становится. Прям видно, что вот ты наверх, на низ, и хоп, и ты с пурпурной, с фиолетовой, на оранжевую перешел. То есть что, прям можно заблудиться, реально сложная хрень, да? Ну, ты представь, то есть одна станция метро, грубо говоря, а там три ветки. Блин, надо там сходить, попрыгать, я согласен, да. И там, ну, в общем, заметь, на Таганской, на заднем плане, у них whiteboard ихний. Уже нету почему-то таганки. Мне еще больше нравится, что у них там какая-то любовь людей. 10 февраля, моде мира. Нет, но это же, это же с театра на Таганке брошюра. То есть они гении, они тут вообще просто хипстеры. Ну, блин, молодцы. И там вот дама, на библиотеке имени Ленина, следующий пункт, она показывает именно, и там, видимо, на заднем плане, когда строили библиотеку имени Ленина, чего кого, и там тоже, заметить сложно, то есть там голубая, синяя, красная, серая ветки. Там какие-то подъемы, спуски, в общем. Ну, классно, что я могу сказать. Сразу в метро с бомжами, и на скрипках там просто играть, и дипломы продавать, естественно, готовые уже. Так вот, результат. Схемы стали лучше, понятнее, теперь их интересно и даже просто разглядывать. И здесь есть фотографии. То есть, чтобы ты понимал, они не у всего метро еще сделали схему, они сделали несколько, и они сказали, что они очень модульно это все сделали, практически в скетче накидали набор символов, или как там это в скетче называется. И теперь им легко масштабировать это все. Вот они и пишут. Проект готов к масштабированию. Мы накопили достаточно материала, выработали гибкую систему правил, так что разработка новых схем проходит довольно быстро. Пишите в комментариях, что думаете. Мне знаешь, что еще последнее интересно? Ну-ка, ну-ка. У нас даже два пункта. Они вот сильно, как тебе сказать, то есть, они сильно исследовали метро, или они взяли старые схемы? Нет, я как бы понимаю, что ты мне сейчас не ответишь на этот вопрос, как было на самом деле, но мне хотелось бы верить, что они реально заново обновили эти карты, потому что они по-любому, если взяли бы старые карты, возможно, были бы кучи неточностей. И мне что-то актуализировали информацию. Да, вот было бы вот это, вот, наверное, надо было ходить прям там. Да ну-ка, если они москвичи, они там, может, и так ходят. Может быть, они не на Tesla Model 3 передвигаются, на новой, доступной. А с Таганской едут, да? Все-таки, да, переходят на какой там Александровский сад. Блин, прям хочется. Я тебе теперь по-белому завидую с твоим будущим отпуском. Ну, так вот, на самом деле, я что-то еще... А, последний фактор. Они здесь не везде, к сожалению или к счастью, соблюли масштаб. То есть, некоторые вещи, некоторые переходы, они длиннее, чем здесь нарисованы, на самом деле. Но я считаю, и они тоже, что этим реально можно пренебречь. Это, как это называется, типа, творческое преувеличение. Как это вот... Мы же решили с тобой, что это творчество. Правда, мы это про UX решили. Но это и есть UX. Это же тоже о том, как пользователи... Кстати, заметьте, на фотках никто что-то не подходит. Всем насрать на то, что новые стенды. Но да ладно. Переходим к рубрике «Светские новости». Да, «Светские новости». Первая тема. IT не место для красавчиков. Одна из наших громких тем. На самом деле, тема, она, в принципе, одну мысль всего выражает. Но мы ее как-то попробуем немножко развить, поговорить про нее. Так вот, издание TechCrunch, собственно, статья-то на VC.ru. Я сейчас задним числом обновлю про веб-брутализм. Привалились там две наши статьи или нет, или что? Все еще 17. Ненавижу их. Так вот, короче, издание TechCrunch написали. Чувак, колонку написал, президент компании, разработчик ПО Happy Fun Corp Джон Эванс. Практически Happy Tree Friends. Да. Он написал такую тему, что все больше, на самом деле, статья очень старая. Возможно, вы ее уже читали от 2 марта 2015. Это, кстати, старая, ну, год назад. Он написал про то, что все больше и больше людей в нашей сфере, в IT-сфере, становятся таких как бы вылизанных людей. То есть, людей, которые здесь не должны быть. Почему он говорит? Что раньше, видимо, он достаточно старый чувак, будем говорить, в нашей сфере. Он говорит, что эта вот вся IT-тема, она была для гиков, для задротов, он так пишет. Для чуваков, которые мятежники, мятежны духом. Хой-хой. Да. Вот. А сейчас все больше и больше людей, типа рэперы, кинозвезды, вот такие люди, какие-нибудь там бизнесмены, какие-нибудь там политики, например, идут в IT, вкладывают бабки в IT и хотят рулить, собственно, технологиями. Но, к сожалению, к сожалению. Почему это плохо? Он описывает, что те чуваки, которые были гики и задроты, они могли рисковать. То есть, они могли всякие такие штуки противоестественные делать, которые помогали прям бизнесу, ну, не бизнесу, а скорее индустрии двигаться вперед. То есть, они были, блин, настолько, короче, умные чуваки, что вот они могли это сделать. А чуваки, типа, которые рэперы, и т.д. и т.п., они все-таки конформисты, можно так сказать. То есть, они консервативные чуваки. Они просто хотят зарабатывать с помощью этого деньги, они понимают, что это перспективно. Технологии, да, они вкладывают какую-то часть бабла и хотят получить, ну, какой-то плюс к своим деньгам. Но они не будут двигать индустрию никуда-то вперед, то есть... да, здесь будет такая, знаешь, обкапитализирование индустрии. Это больше не инновация, это просто рынок становится. Я думаю, вот так можно это тоже еще сказать. ну и плюс еще, минус того, что все приходят вылизанные чуваки из всяких там... Он еще приводит какие-то там названия, естественно, американских колледжей, американских университетов, что люди приходят оттуда с охрененным образованием, типа, ну, типа, статусно, но они такие же конформисты обычные, ни гики, ни задроты, да, они приходят и, к сожалению, смещают людей, которые могли что-то сделать, вот этих мятежных духом людей, которые просто... они как бы... ораторских каких-то там, или чего-то такого. Они просто умные в своей сфере, но их, к сожалению, смещают вот такие люди. Вот об этом, собственно, статусно. Почему смещают? Потому что люди, которые работают в отделе HR, то есть в отделе кадров, в Human Resources, они просто тоже поддаются, так скажем, на эту истерию и хотят нанять чуваков с подогнутыми штанами, с хандеркатом каким-нибудь. И на харизму, к сожалению, тоже. И на бабки. Они, понимаешь, они как бы по долгу службы и не должны разбираться в технических каких-то аспектах, но они должны хотя бы передавать тех, кто им понравился там по харизме, даже не столько понравился, а они посчитали для этой должности подходящим тем уже, кто будет дальше собеседовать. И раньше это собеседовали хотя бы мятежный духом, как ты говоришь, а сейчас вот да. Ну вот напишите в комментариях, что вы думаете. А у нас следующая статья обновление Windows 10 будет стоить. Вот так называется оно. На самом деле охренеть, я вот не знал, что Microsoft решили бабки все-таки брать за Windows. Ты же эту тему вкинул. Не, понятно, это я вкинул, но я имею в виду, что когда они еще анонсировали Windows 10 и были суперщедрые, сделали как Mac, что можно прям обновить так же, как OS X. Я больше скажу, они даже легализовали тех, кто был пиратом, но тех, кто полностью честно превью-версию с самого начала тестил, юзал, и потом она обновилась, вот лично у меня на PC мою, до нормальной Pro-версии Windows 10 и вообще хорошо все. Короче говоря, они сделали все, что могли, если вы просто down последнее и не поставили десятку, ну, естественно, лицензионный, если вы хотели, но не поставили все еще и не поставите, то заплатите 120 баксов с августа, говорит Microsoft. С учетом всех шуток, которые сейчас уже в интернете появились по поводу обновления на Windows 10, что же даже на P-Boy приходит, на Windows 3.11, если вы хотели обновить, но не обновили, вы действительно дебил, скорее всего. Ну вот, тем более здесь написано, что более 300 миллионов штук девайсов, которые обновились до Windows 10, я не знаю, много это или мало, Я тоже не готов сказать. Ну вот, но наверняка очень много каких-нибудь суперамериканцев, которые на XP сидят и ничего не покупают, хотя и русских, ладно, че уж. Отец Сирии, следующая статья, понимаешь? Отец Сирии. Я-то помню, это я в рассылке, кажется, хотя, может, и ты, но, по-моему, я в рассылке. Нет, это ты, это ты, Geek Times, пишут, отец Сирии показал более умную девушку помощника по имени Вив. Такой прикол, на самом деле, я не думал, что Сирии это был отдельный продукт, как оказалось, некий Дагг Китлаус, чувак такой, который, собственно, глава там суперкомпании Сирии, ну, как бы, то есть Сирии это была отдельная, ну, не корпорация, что ли, то есть конторка такая Сирии, и они делали вот этот охрененный на основе искусственного интеллекта, вот этот суперпомощник голосовой, и он, понимаешь, там у него была суперапиха большая, к там, к тысяче, к ста тысячам там всяких сервисов. Ну, я помню, Вольфрам Альфа, вот это все. их выкупили, короче, Эплы, и все, и Сирии стало доступно только для Эпл, только для айфонов, там, айпадов, и, кстати, наверное, и маков, да, на ОСТН, тоже Сирии. Все еще, по-моему, нет. Нету, да? Ну, короче, в общем, Эпл для мобильных своих девайсов, и поэтому Сирии, вот эта компания, которая, они как бы подзагнулись чуть-чуть, но вот этот главный чувак, он так и остался работать с этой, со всей темой, то есть он, я так понимаю, не пошел в Эпл, он сделал еще круче, пошел дальше по Филу Шиллеру, сделал ВИФ, и, собственно, презентовал. Как он эти имена выбирает, я не понимаю, возможно, ВИФ накуривается или жрет кислоту. Да, и на какой-то он презентовал, где на TechCrunch Disrupt, видимо, да, да, видимо, там, он сказал, что это еще более крутая тема будет. Почему? Потому что она, во-первых, спокойно отвечает на суперсложные запросы, там, такие, знаешь, из нескольких этих конструкций. Я перебил буквально на секунду, интересно, а когда Эпл покупала его компанию, без него, что ли, ее купили? Может быть, он мятежный духом просто свалил, все. Да, и свою новую основал, потому что он же, типа, главный придумал. Ну, согласен. то есть, блин, вот такая тема. Он, возможно, не красавчик, нифига, если мы сейчас загуглим. Ну, слушай, я не красавчик. Чтобы все с ума сходили, ты имеешь? Короче, вот, она может охрененные запросы выполнять, то есть, вы там прям, просто спрашивайте, как у человека, вот, допустим, будет ли теплее 20 градусов возле мест моста Золотые ворота послезавтра, после пяти вечера, например. И она говорит. Он подчеркнул, что VIV не просто личный ассистент, а универсальная платформа, открытая для интеграции сторонних приложений. То есть, он снова хочет опять всем дать. Он понимает, что любая нейронная сеть, ну и вообще искусственный интеллект работает только когда в нее дохрена что подключено. То есть, поэтому он да. Дальше, короче, тут просто досвидос, если ты проскролишь, после картиночек, он просто схемы приводит, как VIV динамически генерирует программы, и там как-то вообще просто жесть какая-то, если честно. Я не стал вникать, на самом деле, но там хорошо все. Ну, просто логические эти, там, цель такая-то, то-то-то, у нас есть какие-то источники этого, посмотреть там, связать с этим. Кстати, он отклонил предложение о покупке VIV со стороны Google и Facebook. То есть, ему уже предлагали. Видимо, он делает реально крутую. Видимо, он не хочет второй раз на их грабли наступить, или он хочет, чтобы его второй раз Apple купили. Тут одно из двух. Все может быть. Ну и вот, новая компания VIV.ai собственно, доступна уже. Я так понимаю, сайт работает. Короче, в общем, работают пацаны. Забавно. Причем, Цукерберг в них вложил бабки. Именно венчурное финансирование. То есть, я так понимаю... но Facebook не продались. Ну, Цукерберг как бы с деньгами зашел, так скажем, поужинал VIV, но танцевать она ему не далась. Все равно, поэтому... iPhone как и 4 года назад собирают нищие из антисанитарийных китайских общежитий. Вот такая у нас страшная новость. ЧП практически. Практически Малахов. Короче, статья на Roam.ru. Я думаю, вообще ни для кого не секрет, что пацаны в Китае трудятся задаром. И трудятся в таких охрененных компаниях, как Foxconn, например. Ну да, с ними столько скандалов уже было связано, что просто прям... А для тех, кто не помнит, я напомню, Foxconn, чуваки, которые делают платы. Ну много всего. Железо, короче говоря. И зарабатывают охрененные бабки на самом деле. То есть китайцы, которые делают это в Китае, я не уверен, что они делают какую-то интеллектуальную работу. Возможно, они всего лишь паяют каждый свой диодик и просто знают, что нужно спать в виде. Да, да. То есть линия, как бы живая линия получается по производству, которую можно переделать за секунду. Но все-таки, видимо, не интеллектуальная работа, поэтому, собственно, у таких компаний в Китае, вот о чем статья, у них свои общежития. И в этих общежитиях, собственно, по фотографиям можно видеть плохо, грязно, условия очень жесткие, такие бараки прям. Практически армия, сынок, и возможно даже тюрьма, сынок. Вот чуваки просыпаются, встают, идут на работу, кушают, засыпают, ну ты понял цикл, нормальный такой. Потом, короче, были еще всякие скандалы, что были самоубийства в китайской рабочей среде. Я припоминаю, да. Да, поэтому все Foxconn-овцы и всякие чуваки естественно обещают, что у нас все хорошо, мы улучшим, там унитазы будем мыть хотя бы. Хотя бы сделаем унитазы, потому что там просто написано общественные сливы. Общественные сливы, возможно. В общем, вот такая, вы думали, что все хорошо у таких ребят, типа Foxconn, а на самом деле все страшно. Да, там, между прочим, есть на Daily Mail источник на Roam.ru, так что если вам интересно, перейдите по ссылке в описании. А я, кстати, сегодня еще тоже видел статью вот про это же, по-моему, то ли на vc.ru, то ли где-то там. Тоже вот про это же самое, только там более все-таки чуваки в офисах спят, умные китайцы уже, именно которые интеллектуальные чуваки, не которые паяют на Foxconn, а которые там в компаниях, там, в IT-компаниях каких-то делают что-то там, софтвэр, возможно, какой-то, они спят, короче, подушку берут толстую и кладут на стол себе, просто на офисный. Вот так спят, допустим, два часа, потом снова кодят. То есть там тоже жесть, короче. ты кидал сегодня, да. Я правда не знаю, почему я не включил. Ну, не важно, в общем, вы поняли, короче, суть стиль китайцев, как они любят работать и как, возможно, это перебор, я не знаю. Не знаю, я просто сейчас на Daily Mail листаю картинки и там хорошо, реально внизу общий слив и он почему-то зеленый. То есть там просто уже слизь какая-то везде. Там просто да, да, я вижу, вижу. И следующее там душевые и там просто, чтобы ты понимал, шланги в ряд без заградителей. Там как в тюрьме. То есть там зацвела уже, возможно, все это зеленое. Да, то есть тут условия, мягко говоря, аховые и паховые, потому что, ну... Между прочим, Foxconn. Ну, а, понимаешь, я просто на месте Foxconn, я бы, может быть, делал точно так же. Потому что раз работает... Ну, то есть, да, это, наверное, даже дешевле сделать, чем конвейер из железа сделать, по которому будет все само ехать. Да, да. Потому что, ой, я прям... Наши зрители, прям смотрите, я здесь листаю фотографии не так быстро, то есть можно ими насладиться. Хотя в туалете в некоторых местах даже кафель новый положили. Ты, то есть, предлагаешь насладиться еще этими фотографиями? Ну, там просто реально круто. И там есть выходящие люди с завода, так скажем. С 12-часовых смен. Жесть. Да. Ладно. Переходим дальше к... Не, я точно знаю, где чисто, круто, уютно и где можно заказывать себе услуги. В центре Digital Hub, дата-центре в Москве. Конечно. Нашего партнера, любимого, SmartApe.ru. Мне кажется, у них тоже есть какие-то общежители. Общежития. Но там просто нравится людям останавливаться. Там все счастливые. Там счастливые все. И они просто не хотят домой с такой работой крутой. Потому что они возвращаются и у них техподдержка, там, Виталий, Иван, вот эти вот люди, которые навсегда останутся в наших сердцах, которые будут говорить, что всегда были рады вам помочь в тикетной системе. Я прям даже восхищен. Еще раз напомним, может быть, кто-то недавно подключился к нам. Вот прям новички. Прям сегодня взяли именно этот подкаст, почему-то послушали и не знают, что SmartApe.ru охраненный хостинг, который предоставляет и Shared Хостинг, и WPS-ку. Короче, вообще можно жить. Можно и выделенные сервера у них покупать. Dedicated Servers, если угодно. Все прям круто. Несмотря на то, что мы не будем закрывать глаза на такие важные новости, как то, что Shared Хостинг с 1 июня дорожает. Но все дорожает в этой жизни, а SmartApe все равно остается самым дешевым. Согласен. И качественно. И прям, да. Гений, молодцы. Ссылка в описании. SmartApe.ru Так вот, переходим к новостям разработки, а тут даже не новостям, а просто к темам из разработки, потому что это и не новости вовсе. Зеллию, который постоянно мы на его блоге читаем про адаптивную типографику, просто про адаптивный дизайн в целом, про емы, реммы и так далее. Так вот, Fourth May, он писал 4 мая, возможно, праздновал и писал одновременно статью. Статья так называется «Были ли мы не правы про вертикальный ритм?» А он, то есть, он когда-то что-то думал? у него была статья про вертикальный ритм, я не помню, если честно, к сожалению, к стыду, обозревали ли мы ее в подкасте, но я ее просто точно читал. Просто, опять же, для самых маленьких надо объяснить, что такое вертикальный ритм. А есть у нас видос, во-первых, про вертикальный ритм, я поставлю здесь аннотацию, но там про то, как с помощью компаса его реализовать, довольно-таки старый, честно скажу, еще 2014 года, там мы еще лихие были, записывали на гарнитуру от айфона видосы, сейчас-то мы уже на ламповые микрофоны пишем, так вот, и это техника, в которой вы выравниваете все линии, параграфы, все элементы, которые на странице находятся, исходя из горизонтального, так называемого, гряда, то есть по линеечкам, как в тетрадочке, для самых маленьких, опять же, возможно, самые маленькие-то и знают, что такое вертикальный ритм. Ну, то есть, это что улучшает? Восприятие, по сути. Да, это улучшает восприятие, то есть вы же всегда, когда книгу читаете, у вас линеечки на левой странице совпадают с линеечками на правой, и у вас к сотой странице у вас уже паттерн, знаешь, как калька накладывается на глаза, и вы уже не глядя практически знаете, где линеечки будут проходить, это просто улучшает восприятие, вы быстрее читаете, это набеглость влияет на усваиваемость, на пищеварение, возможно. Да, так вот, и на самом деле ему, вот этому Зелу, Aurobind, между прочим, дизайнер какой-то, дизайнер шрифтов, газет и журналов, он его раскритиковал, про его предыдущую статью про вертикальный ритм и про его сайт. Затралил практически. Да, и сказал, что вообще вот расстояние между параграфами как-то можно было бы уменьшить, чтобы достичь лучшего эффекта. Ягод как-то даже прихренел, у него припекло у Зела, у старины. И говорит, я ему что-то даже не поверил сначала, потому что у меня же вертикальный ритм налажит, все как надо. А потом и думает, стоп, а вот если я уменьшу, я вот сломаю вертикальный ритм, интересно или нет? Я говорит, конечно, не поверил сначала, но решил, что попробую. Ну, просто как бы уважаю, в конце концов, чувак там, крутой, дизайнер, туда-сюда. тем более, раз он пожелал дать фидбэк, я просто обязан, да. И вот, говорит, сразу before и after, если угодно. И, как ты видишь, контент весь очень убористый такой стал. И вот, реально, я вот сейчас абстрагируюсь, вылетаю из себя, и мне правы проще воспринимать. А ты знаешь, что еще? Ну? Что этот чувак все-таки делает между параграфами отступа между каждым? Нет, он здесь об этом говорит, делает, просто он его уменьшил. Ну да, я согласен, на автор, конечно, как-то попроще все будет. На автор, я прям читаю, как арильевская книжка. Мне прям хочется жить вообще. А там у него все расплывается, растекается. А там как-то, ну, он тоже вертикальный, он как бы ровненький. Да, но так еще еще не доделал что-то. А вот справа уже прям, как будто он со штангенциркулем вымерял, все у него хорошо. Трудовик принял деталь. Так вот. И он пишет, что, во-первых, все три параграфа, вот этих, так скажем, они как один блок контента, ему кажется, в авторе. А в Beforia это несколько блоков контента. Особенно вот там, где список, там между списком и строчкой прям гигантс. Там грузовик еще проедет. Да, причем два грузовика и ван-дам между ними. Вот прям вот настолько много там места. Причем, возможно, если бы не было автора, то нам и Befor не показался бы таким противным. А прикинь, как этот чувак тот увидел, он такой, о, тут надо уменьшить. Так а если он супер дизайнер журналов и газет, он там прям собаку на этом съел. Причем, возможно, с учетом того, что Зел Лью кореец, возможно, тот, кто писал фидбэк, тоже кореец. его бы съели. Возможно, они реально съели перед этим собаку и только потом уже, ну, да. Теперь мы их обсуждаем, мы не едим собак нормально. Мы чай просто пьем и все. Так вот, говорит, на самом деле, ну да, первое, о чем он говорит, что как теперь три параграфа, несмотря на то, что это три разрозненных параграфа, выглядят как единый блок контента. И это круто, потому что по факту, если заголовком не разделено, то это и есть единый блок контента, пусть и поделенный на семантические какие-то части. Так вот, первый принцип, это принцип близости. Простите. За, оуи. За этот термин. Но близость, это расстояние между двумя конкретными объектами. Здесь он нам на шариках все показывает. Вот, говорит, два шарика слева, очевидно, они ближе, чем два шарика справа. Он приводит еще один пример. Вот вы идете по улице, видите пара, она держится за ручки, и очевидно, что они ближе, чем двое просто человек, которые идут по одной линии случайно и вот никак не смотрят друг на друга. Вот, говорит, и в типографике нужно правилам близости пользоваться. И говорит, давайте пошагово будем делать. Первое, говорит, мы меняем расстояние между параграфами и для чего жирным у него здесь выделено, чтобы помочь читателям ну, как бы сказать, ассоциировать себя с контентом, внедрить себя в контент и вот, грубо говоря, между параграфами там в before прям перешагивать надо, как, знаешь, как через лужу перешагивать. А вот когда это все в одном, так скажем, ключе, не надо перешагивать, все хорошо идет. Хотя, я вот сейчас читаю его сайт, очевидно, что здесь он уже провел работу над ошибками, просто потому, что он заголовок передвинул чуть-чуть, но я просто вижу, что, да, я бы еще прямо уменьшил расстояние. Да, я согласен, у него все равно надо перешагивать. Ну, вот, но он работает над собой, может быть, лучше будет, не знаю, может, если я сейчас сделаю команд-минус, ну, на команд-минусе более или менее, ладно, не важно. Здесь он пишет, картинку приводит, что вот то, о чем мы с тобой говорим, на Kindle у него параграфы красной строкой отделяются, говорит, и ничего, нормально. Посмотрите, говорит, насколько без, вообще, идеальный вот reading experience мы получаем, когда переходим от одного параграфа к другому. Прям вот он чистый, как flawless victory, чистейшая победа, вот у него здесь flawless experience, прям змеечка, human nature is an open other aspect of objectivity. И прям у него как бы в этом, скажи мне, я тебе скажу, с засечками? Ну, это на Kindle, очевидно, на Kindle у него стоит сепия режим, засечки и так далее. На самом сайте, к сожалению, без сайта. А на сайте, да. Ну, прям работать надо им еще над собой. Зел, вот мы тебе тоже свой фидбэк даем, он до тебя, конечно, не дойдет никогда, хотя я уже, знаешь, ни в чем не сомневаюсь, уже может и до него дойдет. Так вот, поэтому посмотрите внизу, и он в скобках показывает it's before image, чтобы мы не думали, и говорит, прям надо охренеть, как это нас разрывает между параграфами, но мы уже это поняли. Хочется иногда теперь попробовать вот с красной строкой. Мне вот просто чисто по-человечески теперь захотелось, не знаю, как жить с этим теперь. Так вот, и говорит, видите разницу? А разница есть, говорит, как с сусликом. И он говорит, ну стоп, мы же всегда типа в вертикальном ритме делали между параграфами разрыв, как одна строчка, то есть одна линеечка. И в принципе между разными частями мы так делали, между картинками, между заголовками одну линеечку. И он такой думает, блин, но если мы разделяем их линеечкой, то мы реально их разделяем. То есть это два разных блока контента. А мы не хотим их разделять. И говорит, в этот момент меня осенило. А почему? Как это должно разделяться? это все. Ну, говорит, во-первых, попробуем просто поэкспериментировать по принципу повторения. 05, 066, 075. Ну, то есть такие круглые, не круглые, не четные, но ровные, так скажем, варианты. Попробовать с разными коэффициентами. И он говорит, на этом сайте я выбрал value 075 бейзлайнов, а именно margin 1.05 рем. Вот так вот. И, ну, я бы теперь уменьшу. Он говорит, к слову, на медиуме используется от 21 пикселя line height, то есть одна линеечка 33 пикселя, а расстояние между параграфами 29, около 90% бейзлайна. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, так скажем, все равно кучнее. Нет, нет, наоборот, 90%, то есть почти полная линечка, у него 75, то есть чуть меньше, но на медиуме, хотя я уже не помню, как на медиуме, у нас, кстати, в этом подкасте даже нет, по-моему, с медиума никаких статей. Ну, ладно, продолжаем. И он говорит, идем дальше, правила близости применяем к заголовкам. Что, говорит, у нас заголовок висит ровным посередине между параграфами? Он же уже относится к следующему блоку контента. Давайте, говорит, мы его приблизим к все-таки к тому параграфу, к которому он относится. И вот это, я считаю, гениальный шаг. Я всегда любил, именно на медиуме первым увидел, что заголовок вообще прилеплен, ну, без дополнительного марджина, просто тот, который line height обусловлен, отступ небольшой, тот есть. И заголовок полностью прилеплен прям к контенту. Есть что-то в этом, но у него здесь вот сделано более демократично, то есть... Есть какой-то отступ небольшой все равно? Ну, он ровненько сделал полтора и 0.5 снизу, то есть не по центру по одной линеечке, а полторы линеечки сверху и пол линеечки снизу. Из вертикального ритма, как ты понимаешь, не выбилось, потому что, ну, если так приблизить. Кстати, я так понимаю, если будет количество четное у параграфов, то 0.75 тоже не выбьется из вертикального ритма, потому что будет каждый раз или половина, ну, то есть все равно такие ровные числа и выглядят реально круче. Следующий пункт это списки. Игид в принципе нужно понимать, что улка, улка, она должна себя вести как параграф. То есть у нее между улками мы делаем тоже 0.75 отступ. И, ну, как бы приближаем, чтобы между параграфами и улками у нас не было разрыва, мы это как единый блок контента выдумывали. Но теперь следующий пункт это отступы между там вот этими точечками, пэддинг слева, то есть, ну, вот этот поля, так скажем. И вообще, как с этим решить? И, между прочим, даже отступы внутри этих пунктов списка. Лишек. Да, внутри лишек, между лишками, если угодно. Это прикольно, конечно, что браузеры сами делают indentation, короче говоря, отступ слева, но мы, говорит, переделаем, потому что она странная, как это браузер. Сначала делаем 0. Хоп, говорит, там за полями точечки остаются. Это, говорит, не круто. Делаем list style position inside. Остается по одной линии, и мы список, грубо говоря, не выделяем как список. Для нас это реально сильно, как параграф, и для меня вот это, мы с коллегой по работе всегда спорим, я всегда хотел, чтобы вот точечки ровно по вертикальной линии были с параграфами. А зел сейчас меня убеждает на то, что все-таки список-то должен быть немножечко выделен из общей массы, чтобы нам, ну мы как бы не то, чтобы перешагнули лужу, но мы хотя бы обратили внимание, что это лужа, и мы ее обошли чуть-чуть сбоку. То есть вот, я не знаю, наша лужная метафора работает дальше или нет, пишите в комментариях, если вы нормально это себе представляете, но вот да. Потом говорит, я думаю, ну нахрен делать листайл позичный инсайт, сделаем margin-left один рем и outside, то есть полностью ровно опять же так же по линеечке, но говорит, я хочу все-таки, чтобы они были немножечко сдвинуты, поэтому я сделал 1,7. Оп, и там, но меньше, чем браузерный дефолтный отступ, и он сделан не пэдингом, а марджином, чтобы как-то, если вдруг он подсветку какую-то делал там или что-то еще, у него это как единый элемент оказался. Поэтому вот он говорит, а что касается лишек между ними, то говорит, пусть они разделяются не так сильно, как параграфы, пусть у них будет микроотступ побольше, потому что у строк в параграфе это как стена текста, а здесь пункты списка, они все-таки отдельные, поэтому он добавил 0.25 от линеечки между пунктами списка, я если честно разницу не сильно вижу, но вижу, что они менее слепленные теперь, прикольно, я прям даже воодушевлен, особенно селектор ли плюс ли, он делает так, что у последней лишки нету этого отступа, точнее у первой, здесь у него марджин топ, а мог бы ли плюс ли марджин ботом, тогда бы у последней ну короче он все правильно сделал, молодец, иными словами вертикальный ритм работает, но над ним надо работать, простите за тавтологию, не надо его использовать так в тупую, и надо более творчески подходить, и опять же на самом деле здесь красная линия идет перекличка с первой нашей статьей сегодняшней про анимационное вот это время, надо стараться пробовать, и в зависимости от пробований, вот как вам кажется, как вам вот на ощупь практически, по ощущениям что чувствуется, так и работаете, это все может даже зависеть от фона сайта, если он не белый будет, а черный, может быть как-то вам вжать, если покажется, вы еще меньше отступа идете, хрен его знает, все это такое, отлично, тут я прям опять стол смайлик переворачивает, я не могу каждый раз на это обращаю внимание, это круто, слушатели, пишите, как вам на слух слушать вообще тему про вертикальный ритм, я прям даже не представляю себе как, но тем не менее есть люди, которые даже нас, даже просят тайминги в описании в iTunes, я даже не знаю, будем ли мы потакать им, извращенцам этим, да, попробуем разочек, озабоченным, да, но скорее всего, чё нам стоит, да, мы же как бы опять же прогибаемся, прям ложимся под счастью, не под всех, к счастью, не под всех, я прям даже, да, TechCrunch, следующая статья, называется, пожалуйста, не учитесь программировать, please don't learn to code, и у чувака тоже припекло, на самом деле, Basil Farag некий, мне сейчас, знаешь, чё припекло, ну-ка, что у TechCrunch'а есть отдельное, в меню, если скролить, в таком стик, у него меню, да, там есть пункт SpaceX просто, ну а чё, просто Facebook, Google, SpaceX, так там трендинг, то есть, возможно, это сейчас, ааа, ты имеешь в виду этот трендовый, да, пацана, три, три трендовые топика, потому что, если я вниз смотрю на строку состояния, у меня здесь TechCrunch, slash, topic, slash, company, slash, Facebook, то есть, это именно про них сейчас просто говорят, я уж не знаю, возможно, про них всегда говорят, вообще, тут, в принципе, они гиковские такие обознать, но Apple'а нет, я думаю, когда новый iPhone или чё-то выйдет, или хотя бы когда-то WWDC будет, там Apple будет ещё в списке трендингов, причём золотой такой, золотой-розовый, возможно, или что-то новое, они там, представляете, с двумя камерами Apple будет, такое, так вот, пожалуйста, не учитесь программировать, у Бейзела припекло в том смысле, что сейчас, говорит, в принципе, хайп вокруг программирования в Америке, ну, нам отсюда не очень видно, но, видимо, так и есть, ну, просто вспомни, даже Обама там что-то программировал, причём он практически именно Hello World прям картин написал, я уж не знаю, на чём, на JavaScript'е, может быть. Ну, слушай, надо, кстати, узнать на чём, сейчас все сядем быстро на чём, на питоне. Ой, да, на каком-нибудь Нигероне, не знаю, нельзя, конечно, но просто захотелось это сказать. Роскомнадзор, не закрывайте нас, пожалуйста. Плиз. Плизик, да, так вот, и сейчас прям такой посыл, что надо учиться кодить, это прям круто и так далее. И его прям даже бесит Бейзл это. Ещё, говорит, сериал, этот Силиконовая долина на HBO, слишком это не романтизирует. Все будут думать сейчас, что все, кто кодит, они просто там сидят, что-то думают, по вечерам дует шмаль, и всё у них хорошо. Я причём просто хочу ввести в курс дела, там даже бывают такие, там есть такая серия, одна из серий, где чувак, который долго не кодит, долгое время, он садится и что-то там сильно кодит и круто всё у них получается. То есть это наоборот, не то, что у него скилл потерялся, а на моём прям отворение. Он ещё сел, знаешь, перчатки по Рокке, надел уже, хоп, повязочку и сел, и круто всё у него. Ну, здесь может, конечно, быть просто тема в том, что вдохновение нашло. Да, от веществ, например, каких-нибудь опять же. Но вот, да, он пишет, что на самом деле картина более сложная и мы живём в суперсоревновательном мире, ультракомпетитив ворлд. Так. И это перекликается с твоей новостью про красавчиков, потому что те пацаны, они же красавчики не только снаружи, но и внутри. В том смысле, что кодят, то они хреново. Ну, как ты там сказал, не... Не мятежный духом. Да, не мятежный духом, точно. И в принципе, сейчас вот американская публика думает, что сейчас любой начнёт кодить, станет Элоном Маском или Марком Цукербергом. Не дай бог. Да. Как раз именно в соответствии с трендинговыми компаниями Facebook и SpaceX здесь. Те, кранч знают, кого упоминать. И я, говорит, не хочу, чтобы все шли учиться кодить, потому что для этого надо душой быть программистом. Говорит, вы не поймите неправильно. Я понимаю, что в принципе быть инженером и программистом это круто, это важные скиллы и так далее. Но только если вы душой программист, а если вы на самом деле перекладываешь картошки фри, то не надо фокусироваться на программировании, потому что это просто индустрия, это из этого опять же рынок делает и из обучения в том числе. И в тот момент, когда все ходят вот на эти семинары, научись программировать там за две недели, ну наверняка такие есть, я просто знаю, как в Америке на инфобизнесе любят деньги делать. И ну кстати, у нас есть наш любимый Давид, который может нам прояснить в комментариях, он правда в комментариях не пишет, но потом в чатике пишет, но и тем не менее, кстати, можете и к нам в чатик, в телеграме захаживать, там все звезды нашего подкаста тусят, кроме нас, конечно. Так вот, и можно прояснить, да, картину реальную по поводу вот ситуации с этим программированием, но он здесь нам как зовут, забыл уже, Бейзл, говорит о том, что все эти семинары из-за того, что они учат программировать голопом по Европам, они концентрируются не на том, не на решении проблемы, а просто на том, что надо кодить. И, а на самом деле, говорит, инженеры, они же не так, то есть, здесь, блин, я просто сразу хочу сказать, что на самом деле программирование, которое понимают вот те люди, которые типа надо кодить, да, они не понимают, что программирование это глубокая теория, охренеть, какая, то есть, ты до этого должен столько прочитать теорию и понять это, осознать, через себя пропустить, перед тем, как вообще что-то написать, чем, ну, hello world, там, вот, на питоне, вот, поэтому, да, и он здесь говорит, когда мы сразу фокусируемся на кодинге, мы теряем возможность найти правильный вариант решения, просто, ну, на брейншторме, так, а, короче, мы, ну, когда люди собираются, просто, давай у нас здесь в архитектуре будет задумка, что вот тут счетчик, короче, а тут мы будем вот это собирать, и потом, в зависимости от этого, будем выводить, а не просто садиться и сразу выводить, что по имя попало, я просто даже помню, мы когда с тобой в вузе учились, нас преподаватель, я не помню, если честно, кто из, возможно, Наталья Борисовна на PHP, может быть, Елена Владимировна на C-шарпле, я не помню, но кто-то говорит, а чего вы, типа, сразу программировать-то сели, вы, типа, сначала там, сделайте практически блок схему, подумайте, там, что-кого, и на самом деле, когда я уже потом в Юргу пошел, в другой вуз, там-то все реально начинают с блок схемы, то есть, вот, не шучу, дают задачу, они, хоп, они берут бумажечку, рисуют блок схему, продумывают алгоритм, находят слабое зрение этого алгоритма, придумывают юнит-тест и только потом садятся и программируют. Так, на самом деле, очень много вот такого в университете, что кажется скучным, и сейчас уже надо сесть быстрее что-то сделать, оно оказывается-то наоборот, на скилухе. Из-за того, что ты это делаешь, ты потом кодишь не 30 часов, а один. Ну и лучше делаешь. Да, и более буллитпруфно, простите за термин. Я думаю, мы практически, на самом деле, перекрыли все вообще. Всего Бейзла перекрыли, как кобылу. Да. Но, на самом деле, он говорит, что даже олимпиады учреждают, и уже олимпиады среди красавчиков, в кавычках, и там ни хрена никто не понимает вообще, что кого. Они прям решают проблему, но даже не понимают, в чем проблема. Говорит, есть у меня друг, который именно, так скажем, с инженерным образованием, он просто пошел и всех уделал без подготовки. Как детей. Да, просто потому, что он сначала посидел, подумал, понял проблему, и хоп, и написал да. Он говорит, не писал вообще ни минуты кода, ни строки кода, пока не осталось несколько минут до дедлайна. Он сидел и продумывал сначала. Вот так вот, тут прям подумать надо, на самом деле. И он-то здесь еще дальше ведет к тому, что из-за такого засилия вот людей, которые с хреновым опытом, появляются объявления, типа, нужны разработчики на свифте 5 лет опыта, хотя он вышел в 2014. Да-да-да. То есть, просто это пишут для того, чтобы отпугнуть вот таких вот дебилов, которые, а здесь именно чувак разделяет два понятия кодер и инженер. То есть, программист от инженера реально с инженерной мыслью. И говорит, нам, к сожалению, приходится теперь жить в том мире, где, чтобы попасть на какую-то работу и начать зарабатывать деньги, надо как минимум полтора-два года учиться, как минимум, то есть, усиленного курса именно программирования. И он говорит, я даже не знаю, хорошо это или плохо, но вот, к сожалению, это реальность и она усугубляется только тем, что муссируется то, что надо кодить. Индустрия перенасыщается дебилами. Из этих дебилов люди, которые реально с инженерными мыслями, им очень легко затеряться, потому что они скорее всего коммуникационные скиллы, так называемые soft skills, они ни хрена не развиты, как общаться с отделом кадров, их просто отсеют, они не надушились перед собеседованием, не одели костюм какой-нибудь с подвернутыми, опять же, брюками, с туфлями и их не взяли, хотя они бы могли мир изменить и как-нибудь там повернуть все в другое русло. Круто, круто. Так что вот такая философская статья и последняя из рубрики разработки, у нас мы в неделю назад опять же был у нас подкаст про одна из тем была про опасный таргет блэнк, блэнк, и нашелся автор статьи на хабре Богдан Рыхль, если мне не изменяет память, она мне не изменяет сейчас, и мы тогда ему сказали, что он украл статью с медиума, и есть подозрение, что получилось наоборот, что у нас у него его статья была на день ранее, чем на медиуме, и не только на медиуме, там на хакер ньюс и на реддите, и, ну, я даже не знаю, приносим ли мы извинения, потому что мы нашли все-таки эту уязвимость, и про нем мать с байненс писал еще два месяца назад на гитхабе у себя, так, и он прямо написал статью о том, что window opener это такая-то тема, и я на нее натыкался еще месяц назад, хотел ее в паблик поставить, но как-то она мне показалась какой-то скучной, и вот только Богдан Рыхль смог эту скучность обернуть прикольную обертку, простите за тавтологию, и сделать конфетку. На самом деле, кстати говоря, я знаешь, что думаю, что из этой всей истории можно какой урок для наших слушателей, и для нас с тобой, что чуваки, которые написали, хотя, кстати, он уже слушал, не наши слушатели, но теперь он наш слушатель. Смотри. Можно, я не знаю, будет ли он слушать этот вопрос. Он может, больше и не будет, но он все равно уже один раз, один раз укололся, и все, понимаешь? Да. Не, я просто к тому, что наши слушатели, вдруг, если вы по какой-то причине крутой чувак, и написали статью на Хаббр-Хаббр, допустим, вы киньте ее нам, чтобы идти по первоисточнику, мы стопудово обсудим. А мы вас опосрем просто, и все, и потом в следующий раз извиняться. Да, нормально, это нормальная практика. Да, после такого мы обычно к социальным новостям социальным новостям. Google предложил женские эмодзи, вот так у нас звучит в слайке, в нашем, в слайке, простите. Короче говоря, статья о том, что кто-то там из Google, кто-то, человек похожий на женщину, возможно, а может быть, все-таки женщина, не человек, а женщина. Так вот, нет, все-таки кто-то из Google предложил нарисовать, почему бы и нет, женщин, женские эмодзи, и причем именно профессии. Он хотел именно профессии нарисовать, и собственно есть некий это еще никуда не пошло, то есть это просто прикол, просто чуваки попробовали нарисовать. Охренеть прикол. Охренеть прикол, они нарисовали несколько эмодзи женщин, которые как бы показывают профессии, так скажем. Вот здесь мы видим бизнес, бизнесвумен некую, причем самое прикольное, что эти типа они сразу намекают, что можно, можно было бы, если они, допустим, сделают или, или как-то еще, можно использовать, то есть, эмодзи, женщины плюс портфельчика. Это, возможно, как сейчас это используется. Да, и получается, собственно, женщина такая бизнесвумен, офисворкер, бла-бла-бла, финансиал адвайзер, аккаунтент, что переводится, как бухгалтер, ну и клерк, то есть клерки, Джей, молчаливый, Джей, молчаливый Боб, ладно. Вот, и, собственно, хотят показать разнообразие мужских и женских профессий, поэтому они нарисовали здесь еще несколько, мы, собственно, можем здесь видеть, те, кто у нас, наши зрители. Те, кто слушатели, я просто скажу, что на самом деле, как бы это все вот было печально, не печально, опять же, какие-то там лобби, не лобби, опять же, какие-то вещи такие, в принципе, нарисовано прикольно, мне нравится. Оно так достаточно задорно нарисовано, хипстерски. Я, к сожалению, должен констатировать, что мне тоже нравится и прикольно. Оно прикольно, вот, к сожалению, вот, значит, в чем прикол? То есть, возможно, скоро и Брагеев нарисует, что прикольно, и, возможно, мы уже поражены этим всем, и нам тоже и это будет прикольно. И это будет прикольно, да, но, тем не менее, вот смотрим, хелске, допустим, то есть, какой-то доктор, какой-то, причем доктор в разных, есть такой доктор, а есть, как бы, медсестра, а есть, как бы, как сказать, которая, вот, операции проводит в масочке ну да и здесь есть еще science который именно нейробиолог с колбочкой с такой да это прикольно то есть вообще с колбочки мне нравится она еще в таких очках прикольных улыбается есть education какая-то такая graduate именно в шляпе шляпе да есть technology там за ноутбуком сидит ну кстати так почему бы нет индустрии есть технологию этот за ноутбуком это в равной степени на самом деле и журналист да то есть это хоть чё может быть вообще хоть чё-то working on laptop возможно я не знаю чё делают но она индустрии возможно в вебкам модель почему бы даже может быть индустрии там вообще девочка с вот как это называется правильно кажется сварочным аппарат газосварочным аппарат да да и в маске прям как надо все я даже могу быть сказать по-английски уэлдин машин да да factory worker индустрии следующая это как бы девочка которая прямо на китайском заводе да да которая в общежитии живет делает именно платы хай-тек индустрии уока ассэмбли лайн ворка которая реально вот реально на лайне есть индустрии которая прям вот вот мужики с грубыми волосатыми руками и вот прям девочка такая хрупкая улыбающаяся с ключом разводным не знаю на сколько сейчас подскажите на божат насколько на 17 но я не знаю насколько и и в каске давай посмотрим утф ю плюс 1 f527 возможно 27 гигантский вы но если на 527 это с размером с дом причем с дом элемента html но 2 на 27 ключ гигантский они такой да вот ну да работник может быть получен любой из 13 профессий может быть получен комбинации мужской или женской головы сочетание с конкретным предметом в случае музыканта там была про давида боу еще какой-то прикол а ну да и собственно вот здесь дальше есть еще еще несколько которые как бы уже не то чтобы профессии хотя можно и профессии назвать например farming такая как бы фермер такой девочка фермер она с вилами прикольно почему у футсервис только голова футсер и тело у повара непонятно то есть ли она с белая набила но нет нет она из-за того что видимо белая только колпачок у повара есть девушка повар ну почему бы нет на education вот убран стильница просто учительницы как нам опять же низ не показывают в чем она кстати да да нам его показывают вверх music показывает как раз дэвид боу и вот она в стенаная добра но это прикольно мне нравится то есть выглядит прикольно она еще улыбается везде одинаково от этого как даже прикольно становится блин сожалению возможно миллениал уже с тобой в общем больше нравится и мадзи и долине памперс напишите как вам мы переходим к следующей новости войти с помощью слаг на виси . ру пацаны говорят пробегали пробегали слаг и говорят что оказывается слаг начинает внедряться во всякие хипстерские системы которые нахрен никто не знает в россии но окей quick может быть знают это не только и чтобы ты понимал у нас keep о это еще не ну короче в американские системы а может быть даже не в американский короче с которыми видимо трется вось вось возможно в одном офисе в силиконовой долине сидят вот на к ним внедряются пацаны слага чтобы можно было зайти под аккаунтом слага в куриб фигма офис вайпс смуз слаг лайн пишите в комментариях если вы знакомы если вы работаете допустим фигме какого-то хрена по ней можно зайти под аккаунтом слага собственно и там вот эти документы которые там в этом документообороте собственно вращается в этих системах в курибе например их можно будет как-то слаг закидывать расшаривать эти мемберами да я не знаю к чему это приведет может быть скоро можно будет в контакте во вконтакте залогинить под слагом скорее всего вряд ли но это да это бессмысленно это именно для командных так скажем дел на самом деле вот если говорить про интеграция со слагом я недавно по работе настраивал интеграцию с битбакетом и трэлла можно настроить что просто по веб хуком любое действие на битбакете у тебя в ком в канале там битбакет собачка не собачка с хэш решеточка битбакет и там какой-то дурак передвинул там карточку туда-то поставил дату там-то заполнил чек-лист переместил в дан там и так далее то же самое с битбакетом какой-то придурок пушнул сделал бури квестом ветку новую вот это все можно сделать тут уже более то здесь не one way ticket тут ему не в одну сторону прилетают просто уведомление все а здесь именно можно зайти под слагом для того чтобы документы оттуда расшаривать хотят тоже практически one way ну в общем да я просто хочу напомнить для наших слушателей которые не в теме слэк это как бы такой мессенджер типа skype мне можно делать каналы как в мир ирк чате может быть кто-то знает и собственно в них переписываться по какой-то теме например но на самом деле да он стал более командным и рабочим именно из-за интеграции там их сотни и вообще да я причем зря закрыл там была прикольная статистика про то что из там что-то из трех миллионов пользователей 800 из них проплатили слаг а его можно проплатить 800 тысяч из двух целых десять семи миллионов человек человек 3 до пользуются платной подпиской за чуть больше 3 ну это прикольная статистика действительно вот дальше следующая тема про то что google короче flash наконец-то старается и порезать сильно flash google собственно со своим google chrome начали такую массивную атаку на салонию пока только в стадии обсуждения начали массивное обсуждение начали массивное обсуждение о том что запретить включать flash на хрен в своем браузере ну включать в том смысле что допустим ты видишь фрейм в котором есть флэш и он что он не запущен просто сразу по умолчанию и поэтому он сразу и не живет ресурсы и как бы и не бесит тебя и вообще но они хотят сделать исключение для таких ну для таких крутых пацанов типа ютуба фейсбука вконтакте яндекса и т.д. и т.п. то есть вот такие пацаны даже одноклассники не пострадают наши твич и твич то есть это твич уже пострадал поскольку карина забанили кариночка забанили она возможно единственная на флэше сидела все остальные 755 вот суть в чем в том что такие крупные пацаны не пострадают но вот маленькие сайтики не смогут показывать флэш например какой нибудь рогер по умолчанию просто там ты будешь заходить и тебя будут спрашивать блин хотите вообще чтобы флэш-контент это да и еще обсуждают что сделать чтобы гибко настраивать ну чувак разрешил полностью флэш 2 и проблема до согласен вот такие следующая новость про по моему есть на русском ну все следующая новость просто бомба все приготовились просто сняли штаны возможно и взяли попкорн взяли попросы чтобы намаслить руки перед снятыми штанами как бы да на блоге собственно instagram точка ком компании которая входит под фейсбуком я так это могу сказать под марком цукерберг их фейсбук покрыл не далее чем пару лет назад и такой сервис в который можно постить свои фотографии и видео сделали собственно новый дизайн новый вид на дизайн как бы новый новый лук давай мы же с тобой красавчики зайти новый нам не место конечно да надо новый лук и тем не менее и они как бы сделали охраненный видос такой на 55 секунд в котором они пытаются объяснить что они вообще как придумали сделать из логотипа инстаграма старого который мы видели там на старый на телефонах на бесконечность мы из конечно 7 версий назад новая версия instagram 8.0 на самом деле да они как бы перелом самая вот больше всего так 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 скажем батхерт вызвал именно и дизайн вот этой иконки не дизайн внутренней части они как бы и перенуты переделали немножко там все белое сделали вот чтобы ты понимал я сейчас для наших зрителей включил видос но без звука конечно у нас уже со звуком были конфузы да да они в этом видосе пытаются объяснить как они подбирали собственно даже шуточками даже шуточки вот с прикольщиками как они подбирали и в принципе мне меня устраивает нет даже не то что я как бы не то что сейчас говорю мне нравится и дизайн иконки да но они мне нравится как они объяснили это что вот это задний background так скажем и который все прости бали что это просто чувак фильтр накрутил фотошопе да но из дефолтных градиентов выбрал да они это объяснили что просто смесь всех цветов там типа мира там или всех цветов вот этого прошлого их логотипа вот этой иконочки смесь всего 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 это вот instagram и на нее наложен я не знаю даже как это какая-то как же это иконка вот эта иконка именно белая вот этого фотоаппарата который опять же кучу по всякому разному простебали что это просто стиральная машинка в которой груза вот этих я уже не вот всякие такие да всякие такие приколы то есть много кому не понравился и дизайн была статья про то что там всем в социальных сетях в твиттере естественно простебали да ладно где в твиттер инстаграм простебали да ладно действительно да да возможно там оплатили дешево вот простебали но вообще я тебе так скажу градиент он еще взят из радуги которая была на старой камере да там прям показывают они видосе как они пипетят оттуда и прям эти цвета все смешивают между собой возможно в стиральной машинке цветные вещи в 90 градусов стирают и вот такое на выходе получается и самое главное что они у остальных своих приложений то есть ул и аута бумеранга и гиперлапса поменяли тоже в таком же стиле собственной иконки но там было не сложно я так понимаю там просто по приколу поменяли поменяли я все еще жду когда они добавят постинг в веб-версии да кстати да чтобы можно было просто ты не парился телефона то что ты загрузил замужем прям уже deal что был deal нормальный что можно было сидеть и прям контент менеджментом крутым заниматься в msm полный чтобы не девочка у тебя на телефоне сидела которая это будет делать а чтобы ты прям в очках сел и такой блин да сейчас я забабахаю лучший инстаграм аккаунт прям все мне будут покупать макароны вот собственно это первый видос а new look for instagram где они объясняют про логотип но следующий есть еще new look for instagram inspired by the community и они там рассказывают про свой комьюнити в котором они собственно упоминают все меньшинства которые могут там там мы видим это да как парни обнимаются целуются ну все как надо я в full screen открою его там минутный видос да и там опять же они показывают все краски инстаграма которые собственно и превращаются в new look instagram меня почему-то full screen не работает не работает но тем не менее короче говоря я не против мне мне нравится прикольно сделали потому что старая вот эта хрень и уже давно надо было выкинуть старая иконка она конечно была да она была символом знаешь чего она была символом скеломорфизма и айфонов старых и старой оси это было символом эпохи да символом эпохи но эпоха ушла и собственно айф сделал новый дизайн для для айфона для оси и собственно они сделали под этот айфону как-то очень с задержкой да я считаю не сделал я вот как раз хотел сказать что уже в брутализм уже выбор уже обратно надо из градиентов из clean simple клаву вот из этого надо уходить на хрен уже но вот как-то запоздал из-за узнала их давно критиковали за то что они запаздывают и но видимо для них это не повод они на расслабончике с силиконовой долине все нормально это потом хоп и сели в один момент перчатки надели сделали да следующее youtube messenger вот такая у нас ну скажи что пусть пишут в комментариях да потому что как потому что да потому что вот этот инстаграм он всех вызывает разные эмоции и возможно вы напишите просто до что я дурак просто сраный что и логотип говно и убейся об стену может быть я просто уже деградировал просто напишите в комментариях особенно богдан рихоль близ напиши да напиши как тебе инстаграм новый мне просто вот ну я чуть-чуть сами вот эти иконочки нижние глупо говно она круглая беспонтовая если посмотреть на андроиде к сожалению глупо нормальная практически из фонд осы а на айфоне она как это не знаю внутренний там надо обсуждать я как про внутренне берусь на вот по поводу логотипа я сказал что в принципе я не против прикольно ну да да короче говоря youtube делает хрень в которой можно переписываться будет причем очень круто youtube мессенджер некий интересно шестерка это лишь из теска на фичер имиджи ну блин выглядит круто как будто шестерск действительно шестерка же круче шестерка выглядит так вот собственно youtube я так понимаю что еще они это готовят что вот в этом мобильном приложении ютуба и не за часто вы в нем сидите или нет я иногда пользуюсь прикольная тема я youtube creator студии пользуюсь обычным ютюбом как-то после апдейта я не станции знаешь почему я могу ответить потому что когда ты включаешь ютюбный видос в браузере ты можешь его свернуть и сделать play из центра контрол центра и можешь фоново слушать видос да при этом там сидя в твиттере там где угодно а приложение youtube невозможно из фоново так включить на приложение youtube очень эгоистично себя ведет ты не можешь его выгрузить ничего чтобы у тебя не прерывалась видео потом у тебя абсолютно ты должен смотреть на него и и все меня это бесит просто на организменном уровне поэтому я после вайпа системы недавнего я не ставил его напишите в комментариях вдруг они это пофиксили ну вот и они хотят сделать собственно круто чтобы уже жили пацаны в ютубе чтобы уже была такая большая социальная сеть несмотря на то что я так понимаю потому что google плюс не удался может быть из-за этого они хотят на youtube сделать упор и что прикольно вот этот чатик который мессенджер будет ютубский ты сможешь нам кидать спокойно очень собственно видосы с ютуба и они будут очень круто выглядеть встраиваться это можно будет их сразу за лайкать как тебе в принципе тем не знаю не готов обсуждать это какой-то пока пока это реально не будет я объясню почему пока это дерьмово потому что youtube ты вообще не сотни ассоциируешь с тем чтобы кому-то написать в юриду да это не настолько социальная платформа и она потерпела даже крах когда они пытались совместить с google плюсом то есть все всем это опротиве ладно бы они нормальную систему комментов даже сейчас система комментов что там же там говно что то что это по аксиоме escobar поэтому хрен его знает вообще кому это надо будет странное решение на самом деле принимают чуваки там и звук но возможно они мятежные духом и мы ничего не понимаем ну да мы только блин надо мятежным быть духом на не тупыми хотя бы не тупым мятежным духом последняя новость из раздела соцки это про то что короче говоря google чет немножко делается своими ссылочками из выдачи немножко кастомит даже я сказал дизайновая новость ну вот как бы она социальная дизайна социальная дизайна вот некий келенбек написал собственно на наши был статью о том что они спалили такую тему ссылки выглядят по-разному разного цвета раньше был такого как бы голубого цвета ссылки да а теперь черного теперь черного брутально брутализм и брутализм я согласен но это это вопрос по поводу того мы же привыкли видеть ссылки с точки зрения юэкса синими нахрена их делать черными да и собственно нажатые ссылки мы привыкли видеть таким фиолетовым опять же непонятно сделают они это не сделать выкатят может только для ирландии непонятно причем нет тут просто написано что google ответили сейчас я поищу где они здесь ответили на коми ответили комментарием но чуваки в твиттере у них прям бомбанула и по чуваки я теперь не знаю какие ссылки посетила какие нет ну то есть реально люди пользуются вот этим обозначением пропал как ты визитит ссылок что они фиолетовые не ну есть такое на самом деле то есть уже на подкорке практически сидит я тоже ориентируюсь на это по крайней мере да причем кто-то другие пишут что google экспериментирует с цветами синего потому что с оттенками простите потому что у некоторого чувак у некоторых чуваков синие уже практически как фиолетовый вот этот плане то есть вот он сам калпа какого-то ну там я так понимаю а б тест на на хрен какую один угол ответили мы все время на самом деле делаем мелко такие мелкомасштабные эксперименты с дизайнами на странице результата мы пока еще не уверены что черный это новый синий отлично отлично можно переходить собственно к последнему такому закрыт очень крутому разделу научпоп в котором на самом деле не то чтобы мы сейчас будем опять в ссср полетим в этот в этот раз не полетим ах жаль жаль да мы немножко так пройдемся по прикольным новостям на самом деле вот первая прикольная новость например именитый дизайнер она у нас называется и дизайнер разрабатывает костюмы для space x короче пацаны из space x и главный пацан элон маск которого мы знаем и обсуждаем тут уже хрен знает сколько решили уже сделать все стильно не только полет на на луну не только свои дрэгоны не только свои фэлконы но еще и костюмы в которые будут одеваться космонавты уже выходя потом и маша ручками нам на марсе возможно они будут одеваться в крутые костюмы и собственно этим же занимается space x они наняли там кота чувака по-любому его никто не знаем дизайнер костюмов хосе фернандес возможно звучит как футболист из испании звучит как любой мексиканец да да хосе фернандес он сделал охренеть чо он сделал костюмы для бэтмен vs superman down of justice которые все засрали по моему да да это для трона сделано кстати в троне по он прикольно выглядел но сам трон по моему не очень фильм на самом деле ну такой да окей средний да то есть он делает костюмы которые действительно такие облегающие будем видеть то есть именно скафандр хита заявил что хочешь чтобы его астронавты выглядели действительно круто то есть возможно там айрон мэн и будут уже внутри фэлкона какого-нибудь там или dragon сидеть поэтому вот такая небольшая статья напишите вообще как вы относитесь к илону маску мы все постоянно вот про не к нему обращаемся так сказать постоянно к нему относимся да к нему как-то относимся вот чуваки в комментах тут вот на шазу пишут мужик-то современный короче говоря кто-то любит кто-то любит напишите как вы одном может быть он вообще твой как в адапте я просто считаю что он расфокусировался нахрена таким дерьмом-то заниматься он ты уже определись ты или мятежный духом да или ты красавчик из мира идти на я согласен следующая статья собственно про наса которые выложили в открытый доступ 56 своих патентов прикинь ухты хай-тек бета помнишь мы неделю назад опять же обсуждали что весь интернет и хотели это не то есть интернет нахрен бета теперь а что разработчики совсем облинили да 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 это было и было там много прочей в том числе про игры которые когда ребята выпускают бета-тест и мы на халяву все бета-тестируем и вообще так вот нас и выложил в открытый доступ 56 своих патентов и собственно я предлагаю нашим слушателям сейчас прям взять из этих патентов чуть сделать сейчас зачитаю что за патент давай они раскрыли и многие крутые компании заинтересовались собственно тем чем чем можно чем сейчас можно воспользоваться и вот такие патенты как я не буду вдаваться в подробности просто я вам зачитаю какие бы 2 движитель на пылевой плазме движитель эдак электрическая двигательная установка которая использует в качестве топлива лунную пыль чтобы ты понимал нормальная тема чего такого в лунной пыли чего неужели такой энергоемкий какой-то ресурс метод преобразования отходов окиси азота в удобрения например можно в саду использовать спокойно я понял извини просто лунная пыль ты отправил на луну и у него там бесконечно живем может хоп зачерпнуть и поехали это не то что ресурсы из вова да их то надо фармить каждый раз на ауки перекупать до технологии смягчения силы ударной волны для сверхзвукового транспорта например это возможно для наших маршруток подойдет челябинских экономические экономичные методики производства высококачественных углеродных нанотрубок например но это ты причем с 1000 баксов до 50 баксов за грамм нанотрубки можно будет производить еще чуть-чуть и до золота спуститься ну понятно там более прочный тип аэрогеля кто бы еще знал что это такое наверное это что-то которое герметизирует хрень возможно это это аэрогель возможно это которые зубы чистят астронавты я не знаю кстати да более прочный видишь слышь какие зубы астронавты если предыдущие ломается да проект двигателя на эффекте холла чтобы это не значило бортовой канал связи видимо там кита рации причем как просто как придумать чистоту на которой уже не вещает какой-нибудь я не знаю я не придумал ничего совершенно или например ракетный двигатель с однокомпонентным топливом с меньшим количеством деталей которые используют жидкий водород для достижения большего импульса и скорость я еле прочитал на самом деле поэтому и воспользуйтесь попробуйте на самом деле мятежные вы духом или нет ты смотри во первых у меня есть несколько комментариев во-первых отступ между точечкой и с пунктом списка гигантский да и просто между списка между лишками дерьмо вот все говно короче это первое это первый мой комментарий это бета-бета я напоминаю а кстати да возможно если чуваки вы нас слушаете из команды хай-тек я боюсь сейчас всех нас слушают к сожалению на милые хорошо что нас слушается это же наша цель что в нас все слушали так вот я просто пытаюсь понять посыл неужели нас расписались в собственном беспомощность а может быть это пиар очередной ну чути смыть нам сколько за 1 не 56 патентов а 2 выпустить например может быть только движитель и на ноги не спросить сколько мы хрени придумали которую мы никогда не реализуем потому что мои деньги в другое вкладываем пацаны да но слушай или или они уже точно знают кто че будет реализовывать и они на этом дополнительно пиариться они могли бы втиху эти патенты отдать но поскольку уже все расписано кто че кого кто на движителе уже да возможно spacex уже взяли более прочный типа аэрогеля себе в список после костюмов сразу как бы как на марс без аэрогеля более проще согласно понимаешь не тема поэтому не знаю но хочется как патриоту россии российской федерации хочется чтобы это же движитель придумать да нет хочется чтобы это реально значило что наса прям сказала что государственная космонавтика заканчивается начинается частная коммерческая это правда не очень в пользу нашей страны я как патриот должен был наоборот сказать что не по сути они open source нули вот эти все свои патенты получается ну то есть они просто отдали и пользуйся если сейчас когда ты мне сказал что open source нули я вспомнил дискуссию когда microsoft open source нули .net и заголовок то громкий а на самом деле .net только какие-то микро части там open source нули которые никому нахрен не нужны вот я боюсь что никому нахрен аэрогель не упал да да возможно они у них в трелла карточка висела сделать аэрогель уже три года и к ней никто так и не прицелился ладно хрен с ним open source им пусть хоть кто-нибудь да сделает да 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 к сожалению может быть и так последняя тема в нашем подкасте это про то что 15-летний мальчик нашел затерянный город майя по звездной схеме у нас как бы все еще про звезды про космос но уже и про личности про мятежного духом 15-летнего мальчика уильяма гадури или гадури да и гадури очень прикольно статья на гектаймс точка ру на самом деле чувак то есть он видимо математик возможно то есть у него хотя бы математический куда склад ума потому что чем сделал рассказывать чувак давно увлекается цивилизацией майя и он собственно чё прознал что почему-то майя вот свои вот эти вот пирамиды которые мы привыкли видеть в играх например или фильм например каких-нибудь discovery ну да то есть мы знаем что эти пирамиды майя они строят хрен где на самом деле как оказалось и почему-то они могли выбирать то есть когда они жили они могли выбирать более лучшие места более лучше одеваться могли им даже строить эти храмы в удобных местах для себя там где все хорошо у нас же учили всегда по истории даже древнего мира все цивилизации вокруг водоемов зарождались потому что например питьевая вода это и сельское хозяйство орошение там и так далее вот а тут оказывается что именно майя строили своим но эти храмы можно назвать так в труднодоступных джунглях и на склонах гор то есть где сложно строить нету ни хрена ни воды ничего никак не подобраться туда вот они там строили своих возможно архитекторы майя тоже мятежные духом были они не искали легких путей просто и все да и короче говоря чувак скорее всего предположил он как бы гипотезу такую вывел а вдруг что если например они это с помощью звезд то есть они как бы поклонялись все все этой теме то есть ниже были вот эти календари вся эта тема они посчитали по звездам и строили именно там где им звезды скажут он собственно взял наложил на карту созвездий и сумел предсказать где находится еще один неизвестный город майя прикинь и причем он чё сделал он как бы все высчитал математически там наложил 117 городов майя на схемы 22 созвездий бла-бла-бла у него получилась схема 23 созвездия которая показала 118 город вот такая схема и короче этот город хрен где в центральной америке в джунглях то есть вообще прям в труднодоступных местах до которой орлби должен дотягивается и короче говоря чувак но кариозные монстры все-таки дотягиваются и да и собственно он сам чё кого вообще как чё узнать ему откопали спутниковые кадры google с пропиарились гуглы чтобы показать что действительно там что то есть то есть там здесь такой квадрат которым что-то стоит и действительно там был какой-то храм город майя древняя цивилизация то есть он правильно рассчитал угадал это самое и самый прикол что туда очень сложно все какую-то экспедицию видимо послать и короче я он там до базарился или с ним туда базарился я не знаю они обер сразу назвали город получил название огненный рот как че извините за мой майский короче говоря в общем скоро скоро возможно через три года они попрут экспедиции возможно даже вас возьмут этого пацана будет уже совершеннолетний по нашим меркам вот и собственно будут там продираться мать мачете разрубать я все джунглях себе ты представляю в шляпах и с кнутом возможно да он возможно на первом же перевале описывается и не пойдет никуда нахрен вот ты думаешь как мы из поколения памперсов напишите как вы относитесь я думал он на первом же шухере расколется еще кроме этого что он все наврал на самом деле вот короче напишите такая прикольная статья можно переходить в принципе к обсуждению обойки да перед этим я хочу перейти к обсуждению вот ты меня спросил неужели вот мы в космос летаем а все еще некоторые уголки джунгли не исследовали вот да какого хрена на самом деле ну видимо вопрос на хрена во первых хотя может быть там инопланетяне какие-нибудь упали ты имеешь ввиду редакторский отдел ренте и думаете они там сидят оттуда вещают у них там ну моему все может быть на самом деле но видимо это реально гигантских денег стоит это как как есть сторонники теории что пирамиды построили хрен кто там пришельцы говно и говно особенно да есть люди которые гэт блин вы чайки вот вы нихрена просто своей жизни ни разу не строили поэтому не понимаете там были типа много рабов говно они работали и суть в том что сейчас можно было бы устроить так скажем типа исследования и сделать с теми воссоздать полностью строительство пирамид грубо говоря с теми устройствами там инструментами какие были стоим с тем же развитием техники это сделать надо просто настолько дорого и не нужно что вот ну вот не будет никто это делать вот тут тоже самое пока точно не знали что там будет 118 по счету город мая тем более один из пяти самых крупных хрен бы кто туда пошел не подорвался бы никто да поэтому это будет кульминация трех лет моей работы и мечта всей моей жизни сказал мальчик мальчик пришел к падме мальчик или его мама да или его мать так вот перейдем к обсуждению обойки что ты видишь никита на этой обойке я вижу во первых здесь просто для наших слушателей чтобы вы понимали здесь такой как бы я даже не знаю это калифорнийский этот бридж это сан-франциско golden gate практически я думаю это он по моему он собственно и логотип циско сан-франциско у них такой же вода основывается на этом мосту масте я вижу здесь собственно дорогу некую как бы как наш подкаст возможно этот мост это и есть наш подкаст конечно потому что понимаешь кроме да ты скажи просто чтобы побег потому что что мы связываем мы связываем пустоши вот эти пустоши безнравственности без без знаний пустоши отсутствию x с городом знаний и не не знаю не придумал чего еще городом просто грехов опять же я просто хочу нас немножко спустить на землю нас с тобой в смысле двоих и вдруг это просто мы едем представим что мы едем много много нас машин такая как бы все едем на пикник вместе с нашими слушателями проезжаем поэтому мосту golden bridge этому и дальше там просто барбекю жарим на следующем это все и как бы это просто просто жизнь а это есть наша жизнь да это как у лукьяненко девятый в этом восьмой уровень сумрака это и есть наша жизнь да тут даже ярлычки программе php например согласен это тоже наша жизнь это это реклама объявление рекламный на перекрытиях вот этих расклеены просто и все ну так что да будем завязывать у нас сегодня кстати даже за два часа мы не вышли круто или не круто напишите в комментариях круто или не круто но не все же рекорд бить как и неделю назад 220 до подписывайтесь на соцсетях не забывайте вконтакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в новом в google плюсе пишите там везде комментарии пишите свои отзывы рассказывайте друзьям обязательно на ютюбе ставьте лайки они влияют на ранжирование не забывайте комментировать ставьте прямо на паузу сейчас уже поздно конечно но ставьте сервина на паузы комментируйте прямо во время видоса и не забывайте в айтюнсе нам ставить звездочки тоже писать отзыва с вами были никита тарасов и александр гончару удачного всем дня до следующей недели пока пока